Ну что же, что же, что же, наши грабляцки готов к полёту, мы можем, в общем-то, начать уже, и, собственно, начнём наше действие. Вот нам написали уже, хорош дрочить лепёта. Ну что же, что же, эх, какой, какой замечательный вид нам открывается, вот она вся наша вселенная, вот она видна как на ладони, дорогие радиослушатели. Ну что же, ну что же, время, время нашего и грабляцка, надо, надо начинать. Как вы помните, у нас много-много сейвов, но самый последний сейв я просрал. Так что нам сегодня придётся немного пройти из того, что мы уже проходили, но, надеюсь, надеюсь, ничего страшного в этом не будет. Итак, давайте, давайте, пойдём, пойдём в слово, братья и сестры, да вступим же в ложу лунной жатвы. А графен-то какой! Сколько графена! А вот и Харвест Популейшн 51. А коровки как в дьявле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эх, такой-то, такой-то графен, эх! КОНЕЦ Продолжение следует... Мам, я проснулся! Иногда записываются, иногда нет. Преимущественно нет. Так что... Итак, советы по игре. Если вы не можете решить загадку, используйте предметы безумными и нелогичными способами. Вся, вся суть квестов в одном сообщении. И почаще сохраняйте игру, особенно перед чем-нибудь безумным, нелогичным или опасным. Тоже очень хороший совет, потому что в прошлый раз мы проебали. Проебали достаточно много игрового времени. Так. Что-то заставка изрядно долгая, разрабы не знают чувства меры. Ну что же... Чтобы атаковать или противников, удерживайте клавишу контрол и стрелки направления. Не знаю, броду, не лезь в воду. Это уже, видимо, от русских переводчиков юмора. Экран получил весьма полезен, но еще лучше прочесть руководство. Ну кто же, кто же его читает-то? Ладно. Советы мы выключим и попробуем, попробуем загрузиться. А мы остановились где-то вот здесь на П3, по-моему. В прошлый раз. Ну, чтобы заново не проходить. И вот мы стоим изучить стена. Так, хочется вспомнить, стоит кирпичная стена. Стоит кирпичная стена. Отпизди мамку, пожалуйста. Ну, до этого, до этого нас дойдет еще. Играя с 90-х и так далее, били реальные видео вставлять в игры. Да. Кхм. Ну что же, я уже не помню, где мы тут были. Давайте поговорим. Значит, выполнил первое задание. Раз ты потрапал такер, то можешь приступать ко второму заданию. Ты украдешь пожарный хмоток ткани и принесешь его мне. Эээ, эхэм. Ну и вариант. По-моему, ничего страшного я сделал. Это понятно. Значит, ложь стоит из воров. Человеческий разум всегда пытается писать явление, чтобы классифицировать его и тем самым получить контроль над непостижимой вселенной. Эээ, чу... предчувствие, однако, эээ... не есть истина. Эээ... Все твои представления об Ордене просто домысел, сознание которого покажет тебе, что даже память иллюзорна. Это всего лишь химический отпечаток на мясе, который, как и положено, когда-нибудь разложится. Да, я играл после того, как вы в тот раз съебались. Так что, это уже третья часть. Эээ, ты вернешься, если хочешь оживить разлагающийся труп из твоей памяти. Ответ найдешь лишь здесь, Стивен. Не забывай об этом. Прошлый Горбляцкая по этой игре не смотрел. И расскажи, что тут происходит. Но суть в чем. Эээ, вот этот главный герой, Стивен или Стив, не хуй знает как правильно, эээ... находит себя вот в странном месте. Странный дом, странный городишко. Эээ, ни хрена не помнит, что за херня творится. Но понимает, что в этом городе творится что-то странное. Эээ, на то, что он потерял память, говорит, да ты всегда же был шутничком. Эээ, так что хватит прикалываться. Вот, ну и главное, что у него скоро свадьба с женой. А, а женушка тоже поехавшая и тоже потеряла память. И тоже думает, что какая-то хуйня тут творится. Главный герой Джобс. Ну, вообще. И вот я снова встал. Снова с головной болью и кошмарами. Ну, всё про меня. Итак, эхэм. Эээ, что тут нам делать нужно непонятно. Сквозь тот гислое пыли вы видите своё отражение. Эх, пойдёмте, пойдёмте куда-нибудь сюда. Съебём уже. Как вы помните, нам нужно отдавать дань. Например, во всех нормальных городах мальчик разносит газеты, а здесь ему нужно отдавать газету. Вот, и если её не отдать, то он может тебя, ну, он расстрелять. Так, вот мы дадим ему газетку. Видишь, как всё просто. Когда ты не забываешь мне себе газету, то с нами не возникает этого понимания. И пусть всё так и будет. Вот. Прикольно сделано с душой. И то, что сейчас клепают, а то. Так, дальше, насколько я помню, нужно дать пиздюку тапки. Или не нужно? Думаю, что не нужно, потому что у нас что-то слишком много предметов. Думаю, мы их уже отдавали. И давайте, давайте, тогда сразу крестовой отверткой вот пойдём оконные решётки. Как и в большинстве оконных механизмов, в нём далеко не одна ловушка против нарушителей. И вот у нас срабатывает сигнализация. Это твой первый арест. Сип, не забывай, у нас сжатый правил трёх страйков на убивание. Но старайся избегать неприятностей, ладно? Мент! Ну, ахереть! Одна история охуительная, и другой. Она мне рассказала, ты забыл сигнализацию выключить. Да, да, да. Ты представляешь, что вот мент с тобой такое сотворит? Так, купил себе тонометр, только я не разбираюсь, как определять, что я не умираю, какая норма давления. Смотри в интернетах. Это он свой дом хотел хакнуть? Да, потому что папе его не пускают. Мент, что тебе нужно у меня дома, блядь? А-а-а... Мне интересно, а что будет после 3-го страйка? Вот, я... я люблю не столько про хозяйскую игру Сколько вот... эээ... Играться со скриптами... Эээ... Мальчика тут у нас нет Давайте ещё раз попробуем окно ебануть ээээ... Так... Отвёртка Мне интересно что он после 3-го раза сделает? Снова сигнализация Вот, ну что, так сложно ответить, что 120 на 80? А вдруг он гипертоник, и у него 130 рабочее давление? Откуда я знаю? Так что пускай гуглит. Так. Видео, кстати, не скипается. Опять тебя во время эфира спрашивают про здоровье, посылая этих идиотов. Ну, радио здоровье. Это твой второй арест. Не забывай, ещё один раз, и ты выбыл. Интересно, как, как, что будет после третьего раза? Так, я в новой локации нахожусь. Похоже, судя по всему, это нары. Изучить раковины железные пятна пестрят на тюремной раковине. Излюбленное местечко помощника Лумиса. Следующему заключенному придётся привыкнуть к основу в шаткой раскладушке. В общем, в общем, на сей раз меня не укрывали. Пишут, параша, чисти. Ну вот, параша, к сожалению, не кликабельна. И даже её бачок особенно, вот, не активен. Хотя сверху-то есть какая-то кружка. Изучите жестяная кружка. Жестяная кружка выглядит словно декорацией из фильма Алькатрас. Вот её мы тоже можем взять. Значит, использовать кружку на рак. Так, я так подозреваю. Использованная жестяная... Окей. Окей. Так, потом куда-нибудь сюда её можно... На койку или... Так, использовать жестяную кружку на трубе. Вот, изучить труба. Исходящая к унитазу медная труба расшатана. Взять... Взять трубу. Что бы с ней сделать? Использовать трубу на раковине. Пацаны, я тут немного... Инвентарь тюремный поломал. В прошлый раз её поджарили на электрическом стуле. Ты забыла? Я помню, но... В прошлый раз я и в тюрьме-то не оказывался. Ты видишь, какая тут вещь? И-и-и-и... Мент меня домой не укладывал и не целовал в лобик. Видишь, сколько всего тут? Так. Так что электрические струты не самые тут единственные. Кидаем мыло под дверь и плачь, чтобы пришёл охранник. Надавать пизды, он на мыле подскользнётся и ключи заберёшь. Тут что, драться можно? Можно. Проверен винтарь на наличие вилки. Ну, опять шутки за 300. Ну, давайте посмотрим. В принципе, есть вилы. Можно взять вилы. И... Ну, к сожалению, унитаз не кликабелен. Только раковина. А мне ещё спрашиваешь про здоровье. Здесь лучше диванные специалисты по всём Рунете. Да. Я случайно всю тюремную камеру... Ну чё? Чисти, чисти, чисти! Тебе охуенно получается! Давай лучше ты! Так, давайте на раковине. Чисти вилами! Ну как я вилами-то чистить буду? Ах, мэн! Так. Изучить раковина. Открученная раковина. А здесь у нас что? Я так чувствую, что где-то здесь нужно... Здесь какой-то кранчик нарисован. Ээээ... Поднять. Кстати, можно... О! Вот у меня в кармане раковина. Эээ... Так. Куда бы ещё можно было заюзать... Использовать раковину на коль. Ах, мэн! Ну и ладно. Пускай в кармане у меня... Эээ... Эээ... Лежит. Эээ... Чай есть, не просит. Изучить тюремная решётка. Тюремная решётка заперта. Ну, конечно же, сейчас я её открою с помощью куска трубы. Вот у меня тут есть кусок трубы. Медная труба. И вот... Не будет работать. Эээ... Ну что? Эээ... Раковину я спиздил. Остаётся у неё только койки. И койка. Поставь раковину на сливную трубу. Ну, давай поставим раковину... Вот... Вот у нас сломанная раковина на... Нет. Здесь хитбокс вообще исчез. Здесь, в общем-то, всё уже. Вот. Так что её не поставить никуда. В общем... Заперли! Заперли демоны! Давайте мы узнаем, чем... Чё-то у меня есть. Например, есть ключ от люка. Не знаю, поможет ли он. Окей. Вот. Дамит. Не особенно. Использовать ключ от люка на тюрьме. Окей. Ну, вообще охуеть. Так. Ээээээ... Посолено. У меня филс. Что делать? Ну, не знаю. Так. Укареки, чтобы охранник пришёл. Скажи, что в параше слив сломался. Ээээээ... Пацаны! Короче, выход тут есть. Ту к нему не выйти. Ээээ... Чё бы ещё можно было поюзать? Ээээ... Есть фотоаппарат, есть кружка, есть ключик, кстати, от кладовки, может быть, симпом можно... А, мэн? Нет. Нет, посольная. А у вас опять штригообразное приключение. Удачно я зашёл. Нет, у нас не штриг, у нас больше аутизма и фонаря нету. Понимаешь, в чём проблема? Всё проще, колоти дверь, кричай, что задыхаешься, когда ты идёшь охранник, относишь себя в медкабинет. Кусай его, хватай его, оружие избегай. Так, ищи шатающиеся кирпичи, спать можешь? Давайте попробуем поспать. Нет, нет, только спать тут не особенно получается. Кирпичи, я помню, что здесь можно что-то делать с кружкой, которую мы только что взяли. Вот, но что именно с ней делать, я не знаю. У нас также есть тампоны женские, витамины, средства от кашля, аспирин, ручка, разрешение на мясо, неподписанное ещё. Мясная корпорация жатвы. Так, что у нас ещё есть? У нас есть бейсбольная бита, вилы, лопата, обгоревшие объявления. Вот явно кружка здесь зачем-то нужна, но зачем? Вот, что с ней можно сделать? Вот. Какая-то тут херня непонятная. А-а-а, бери Альпеншток, с помощью него делай тайный ход ночью во время грозы, беги через канализацию. Всё просто. Да, да тут у нас местная корпорация во всём виде. Давайте посмотрим, что в записке есть. Шериф, если думаешь, что я буду платить тебе вечно, то ты спятил. Есть же предел. Бойл. Даже вилка в инвентаре есть. Чуть левее отвертки. Гальюн уже почистил. Да, эта шутка уже была. Вол, скрытые кирпичи. Тут он явно играл в Вольфенштейн Дум. А кто не играл в Вольфенштейн или в Дум? Так, ну я думаю, пришло время пойти к Велкджу, потому что без Велкджу... Кстати, у меня появилась идея. А что, если кружку использовать на постели? Сказать, что обоссался. Ладно, а раковину, если? Да, раковина и дверь тоже не открывается. Становись петухом, зарабатывай на ЧАСЕ. Черпни кружку из толчка. К сожалению, толчок без хитбокса теперь. Попробуй насрать в раковину. И часть игруха похожая. В ней профессор изназад в будущее. Короче, я не оселяю и... Я иду за русиком. Вернее, за прохождением. Так, прохождение. Прохождение... Этого дела. А то мы так можем долго... Надолго застрять. Вот. Итак, итак. Кружка, кружка. Тут же ж не так просто. Так, здесь есть... Про ложу рассказывают, вот. А вот про кружку-то... Так, про раковину. Так, пацаны, про раковину в прохождении ничего нет. Так, раковина. Так, эээ... Раковина, раковина. Ёбаный гугл считает, что слово раковина ему, блядь, не обязательно искать. Эээ, сука. Так, эээ... Так, 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 эээ... Так, ладно, ладно. Ну почему, почему ёбаный гугл считает, что он умнее меня? Блядь. И... Что мне с кружкой-то делать, суки? Эээ... Непонятно. Сейчас, сейчас разберёмся. Так, эээ... Кружка, кружка. Кхм. Так, эээ... Вот тут у нас... Третья ночь. Дайте... Так, утро. Так, эээ... Пацаны, как отсюда выбраться? В прохождении этого нету! Уже второе прохождение, я смотрю, и нету. Спуск на унитазе. Спуск на унитазе тоже не работает. Раковина сломали. Так, как сать-то теперь? Человек маленький, среди слова в запросе словом end. Ээээ... Ээээ... Ну, давай, давай посмотрим с... Эээ... 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 Ээээ... Эээээ... Ээээээ... Так что, так что, все тленно, пацаны. Видимо, третий страйк нам не получить, потому что гугл не тебя, очевидно же. Снимай, короче, наручный медикамп и просыпайся. Смотри, смыв кликабельный? Нет, не кликабельный. У меня кликабельный только две кровати здесь. Но у меня есть еще раковина, и труба, и вот, кружка. Может, подождать надо, а потом сами выпустят? Ну, пока что не выпускают, я так понимаю, она нелинейная, можно по-разному ее проходить. Ну, совершенно верно. В тюрьму можно вообще было не попадать. Вот. Какой день у тебя идет? У меня вроде второй день идет. Но, понимаешь, во второй день, опять-таки, не обязательно попадать в тюрьму. Вот. Так-то... Ну, так-то мы уже все прошли, как бы. Так. Так, вот. Характерность. Входите, идите вперед. Ваша задача заменить трубу. Найдите три трубы, соедините их, отключите их. Открутите ключом лопнувшую трубу и вставьте новую. Берите ключ, открывайте дверь. Ой. Похоже, похоже, что в тюрьме я могу спиздить просто трубу. Труба мне понадобится потом, для ложи. Но как здесь пройти? Может, ты сломал что-то важное для прохождения? Нет, в Кирандии такое было. Может быть, может быть. Ее полагающие интернет. Ты ищешь по запросу второе попадание в тюрьму? С жатва? Ну, примерно так и ищу, да. Но ничего не получается. Что у меня тут еще есть? Окей. Вот, может быть, где-то постоять надо. На бачке бы ее использовать, но... Ну, у меня остается здесь только труба, наверное. Так что... Опа! Пацаны! Разобранная раскладушка, короче. Поднять койку. Использовать койку на тюремной решетке. Нет, на другой койке. Что теперь с койкой-то делать? Ну, ладно, я койку в карман положу. Вот у меня в кармане уже раскладушка, труба, раковина, кружка. Не сидел ни мужика, еще в армию не надо. Далее у меня прохождение, которое у меня как раз и открыто. Вы поменьше болтай и побольше делай. Попробуй все, что есть в инвентаре. На всем предлагаю. Самый дерзкий план побега. Аутиста. Выжинать 15 лет, потом тебя отпустят. Охуительная история. Разбирай вторую койку, очевидно же. Зачем мне две койки в кармане? Тем более, что у меня трубы не стало. Зато у меня есть сломанная койка. Вот трубы у меня нету. Может быть, сломанную койку со сломанной раковиной? Вы быстро собрали странную и хитроумную штуковину. Она поможет сбежать из тюрьмы. В общем, конструкции из раковины и кровати, пацаны. Блять, изучить ловушку из раковины и койки. Если шериф или помощник пройдут через дверь, их ждет запоминающийся, или точнее, незабываемый сюрприз. Ну, вообще охуеть. Я у мамы инженер, точно. Этот сокамерник поехал. Полчаса смотрит в стену, сам с собой говорит. Раковину сломал. Более того, кровать сломал. Из раковины и кровати сделал ловушку. Вон. Такой-ка я разобралась, потому что раскладушка была. Очевидно, вторую нельзя. А я сразу говорил, что надо в раковину нассать. Э, алло. Ну? У другой очередной шерифки есть широкое отверстие ближе к верху. Ну, а как теперь шериф-то вызвать? Здесь больше ничего не кликабельно. Может быть, у меня еще есть в инвентаре интересного? Ну, кружкой разве что погреметь. Дамит. Ну, зонтик. А-за-за. Так, у нас есть ключи. Ну, я так понимаю, мы открылись, они в инвентаре не появились, так что мы можем проходить. Нет, не можем. Тюремная решетка заперта все еще. Ключи-то, ключи-то, ключи. А, вот они, поднять тюремные ключи. И... Пацаны, мы смогли! Мы разобрались, телекинез! Ээээ... Долбебитый по решетке кукарекой. Нет, надо было кружкой. Ээээ... Эээ... За такую выходку тебя только отпиздят. Зато сразу авторитет поднимешь. Эээ... Так, слушайте, у комнаты-то одной стенки нет, иначе бы мы главного героя не видели. Вот вам и выход из камеры. Запахло весной! Вы угадайте, что я сейчас сделаю? Вы... Вы... Вы не поверите, что я сделаю. У нас ведь аутизм, и я ведь сказал, что хочу три раза. Эээ... Значит, иду я к своему дому. С отверткой, значит, со... Уже... Смеркалась. Обратите внимание, что... Смеркалась. Интересно, что Лумис на третий раз делает? Третий раз сядешь. Да меня уже посадили! Так, срабатывает сигнализация... В моем доме! У нас же кружка одна, мы из нее пьем, а ты ей по решеткам стучишь. Вы изготовили предмет автоматический плазменный арбалет, используя предметы одни вилы, одна разобранная раскладушка, одна кружка. Вы также изготовили стрелы из одной ржавой трубы. Третий арест, Стив. Третий страйк. Ты выбыл. Мамочка! Мамочка! Ты передает за это, пар! Айнт и, Саржат? Индейд, это и, Саржат. Ответы только находятся в лодке, и ты должен быть живым, чтобы увидеть их. Субтитры сделал DimaTorzok Да, это Harvester 1996 года Разве что скажу, что этой игры нету нигде Вот, но она скоро появится Вот, а пока её нигде нет, и это сортов эксклюзивчик Вот Да, кетчуп пропавший-то был Ну, по-моему, ничего осталось Страшно, очень хорошо Не стесняйся встретить для достижения поставленной цели И принеси мне ткань После чего получишь третье задание На Рутрекеле На Рутрекеле лежит Древний релиз С кучей косяков и непереведённых до конца Вот ту версию, которую сейчас играю я Ты её нигде не найдёшь Эээй, хули её нигде токарался на 96-го 96-го её выпустили на английском А я играю на русском, если ты не заметил Эээй, тут спать ходишь Пописать, ну беги или лучше в кружечку, потому что у нас сейчас Без пауз будет марафон-марафониться, у нас так мало времени Принеси ему ткань, не стесняйтесь, почему он не разделся прямо там? Ему нужна не просто ткань, а ткань от пожарных Насколько вы помните, пожарные в этой игре немного необычные люди Газетку ему надо отдать, а то расстреляет, у него же УЗИ есть Так, дальше попробуем Ну это мы по прохождению, потому что без прохождения я бы не догадался, что нужна мебельная тележка Вот использовать ее на шкафу Сигнализацию отключить, к тому же Харвистер протекшн И вот только тепереча Тепереча я могу, парень же убежал, какой быстренький так, отверткой Мы открутили оконную решетку Итак Напомню, зачем пиздюку газета А это город такой Каждое утро пиздюк ходит по домам и собирает газеты В нормальных городах пиздюк разносит газеты, а здесь пиздюк собирает их Вот, так Итак Мы пошли к папе в комнату Насколько вы помните, мать нас не пускает к отцу в комнату И вот здесь секс-игрушки Вот Экзотическое извращенное любовное снаряжение Нет, оставь это здесь Если что-нибудь из этого пропадет Уходи, уходи Вот, коровка есть Комната мечты Да, примерно такую я комнатку и хочу Но обратите внимание, что папаша-то в кровати весь забинтованный Мамка сейчас придет, мамка придет Изучать картина Кадр из фильма «Розовый поезд» входит в узкий тоннель Ах, эта фотография Бесконечная пытка для бедного старого отца Что здесь еще можно было бы сделать Ну, какие секс-игрушки-то В общем, здесь нужно отдать бумажечку А нет, сначала просто поговорим Поговорим с папой Стив, это ты Решил навестить своего старого отца Ты мой отец? Серьёзно? Я тебя не помню. Прошу, мне сейчас не до шуток. Я серьёзно, почему никто мне не верит? Ну, ты всегда был шестняком, Стив. Не заставляй меня смеяться. Помнишь, вы! Вот главное, все говорят с штиком. Боже мой, что она с тобой сделала? Нет, я проник сюда тайно. Что за чертовщина здесь происходит? Я знаю, для тебя это загадка. Священная тайна, происходящая между мужьями и жёнами с закрытыми дверями. Возможно, нам стоит поговорить как отец с сыном, особенно в числе того, что ты женишься. Вот. Ну что, урок полового воспитания. Дилдаков-то сколько. Проиграйся со скриптами. Так. Пожалуй, поговорим о половом воспитании. Тогда слушай. Я не могу говорить громче. Всё это тракеотомия. Я не могу говорить очень громко. Это трагеотомия. Я в тампе трассе замотан в бинтах. Когда мужчины и женщины сильно друг друга любят, они идут вместе в комнату и закрывают дверь. Запирают её как минимум на три замка. И подпирают дверь креслом, чтобы никто не смог войти. Или выйти. Затем они снимают одежду и достают огромное множество скальпелей, изогнутых, коротких и самое главное, острых. А затем мужчина заезжает на женщину, и они при помощи колючей проволоки. Ладно, не напрягайся, тебе нужен отдых. Да, отдых. Но зачем ты пришёл? У тебя наверняка была причина, ради которой стоит рисковать. Мне нужно немного мяса, а Пэт не даёт его место, его письменное выражение. Старина Пэт, на него всегда можно положиться. Вот, сынок, вот моя подпись, отдай ему, это ему, и ты получишь своё мясо. А теперь уходи, сын, быстро уходи. Вот, ну чё. Пока, папка. Я давал тратить по пустякам. Уходи отсюда, живо! Съёбываем, короче. Вот пишет нам, я теперь опытный, если вдруг когда-нибудь найду тянку, то буду знать, что делать. Всё правильно. Дождись, мамки, подскриптом, это его трахеотомия так замотали. Ну, ты что, не слышал, что делает мужчина и женщина, когда остаются наедине? Вот. Пишут, дождись, мамки, засранец. Ну, давай тогда хотя бы схоронимся, что ли. Сохраниться. Вот, и снова полезем в это же окно. Вот, может быть, мамка сейчас зайдёт где-нибудь, через эту дверь, например. Нет, дверь не там. Секс-игрушки бы я бы изучил, но... Нет, всё, здесь каких-то новых экшенов нету. Есть кондиционер, армейский кондиционер, что с ним делать, непонятно. Так, заметные следы, прикрути решётку и включи сигнализацию. Решётки больше нету, посолены, нету. Следы не замести, её уже спиздили. Пиздили! Точнее, вот решётка вроде так и есть, но она уже не кликабельна. Так, чё там жёлтое на крыше дома? Это фризби. На крыше застрял фризби кислотного цвета. Так, ну и пошли, короче, пойдёмте за тканью. Так, ткань у нас в пожарной части. Нас три под ковриком позвоним в дверь. Ну это же моя дверь, ну шо ж вы. В общем-то, здесь всё понятно. Здесь он может поговорить с пожарным. Прости, Стив, мне нужно спешить на УАХУ. Бегу-бегу-бегу-бегу. Охуенно бежит, да. Тут можно решётку на металлолом сдать? Наверное, можно. И вот, собственно, вы видите, чем занимаются пожарные здесь. Так что, думаю, всё понятно. Вот, и звук, такой звук, как у рептилоидов. Жёлтая твоя пицца с доставкой. Нет, это фрисби, фрисби. Did you understand? Так. Так, во-первых, нам здесь нужно мясцо. На скотобойне можно взять мясца. Вот, кошечки. Сколько здесь кошаков-то? Вот, но мы берём бумажечку, вот её батя подписал. Вот, разрешение Стиву. Они тушат горячего парня, для того, чтобы он не начал добывать огонь любви путём трения. Нет, они просто пишут картины, они же художники. Так, и мы отдадим разрешение. не работают. Ну, тетя, здорово, разрешение лапу с мяса. Как он там? Эээ, эта психовная суха порубила его на кусочки. А ты, славник, держи своё мясо, сынок, а теперь свободен. Напомню, что Стив в прошлый раз задал вопрос про то, где, где Кэроу-то в жатве? И не получил на это ответа такой. Я не туда зашёл. Вот, то есть коров в жатве нет, а скотобойня национальная корпорация мяса есть. Вот, ух уж нихуя, да это же Азиз снимает новый клип Ассан Фая. От пизди котяток заебал. Нет, дальше нам нужно пойти в школу. Школа, кстати, рядом со скотобойней, что очень, кстати, символично. Пожарной сигнализации Застянул ручку пожарной сигнализации. Как бы я это решал, я не представляю. И пока они не приехали, съёбываем отсюда, съёбываем нахуй! Вот, и идём в пожарную часть. А что здесь? Здесь, в свою очередь, мы можем спиздить лестницу, изучить, возле стены стоит лестница. Мы так берём в карман. Люблю, значит, в карман класть раковины, лестницы. Также здесь есть дали стены и гаража висит пожарный топор. Его мы тоже спиздим. Вот, ну, и вроде бы, вроде бы, здесь у нас больше ничего как бы ценного нет. Вот, в дверь мы не пойдём. Так фор мы взяли пизди, всё пизди, а что ещё пиздить-то? Вот, можно было бы гидрант спиздить, но он тоже некликабельный. Забор! Сияющий, свежий, белокираский, штакетины, словно аккуратные и подтянутые солдаты, стоящие в положении смирно и защищающие правду, правосудие и Америку. Пацаны, у меня есть идея, а если топором по этому заборчику-то, а? О, нет, не работает. Так, ну, в общем-то, пожарную часть мы обокрали, так что здесь больше делать особенно нечего. Нам остаётся что-то, что-то, почему вы не боитесь идти внутрь? Сумерки опустились на жатву. Я не знаю, он не хочет нас внутрь. Итак, сумерки. Сбези, слёбывай, что-то не важно. И мы снова идём в пожарную часть, когда вот уже сумерки. Здесь уже всё закрылось и мы идём, курочь в пожарную часть. Вот тут инструкция рекомендует сохраниться. Что мы, кстати, обязательно и сделаем. Вот, псинка лает. Опа! Можно поговорить с натурщиком. Господи, что ты здесь делаешь? Штука для меня нарисует. Ты торчишь здесь всё время? Я не персонаж, Стив, я объект. Тебе стоит запомнить. Персонаж это его работа. Однажды ты это поймёшь, а если нет, то это уже будет неважно, потому что ты будешь мёртв. Ты уже подал заявление в ложу? Да. Хорошо. Ты ещё можешь выжить. Полагаю, ты здесь чтобы выкрасть тверд ткани. Да. Собираешься на меня наслечать? Нет, это не моя работа, так как я объект искусства, а его нужно интерпретировать. Я дам подсказку, где находится твердок. Тьма тьмою окружает, а свет на всё свет проливает. Лай Спот разбудил пожарных и те вызвали шерифа. Да, если трактор был красный, было символично. Это твой первый арест, Стив. Не забывай, надушав ты правил трёх страйков на убывание, но старайся избегать неприятностей, ладно? Аутист! Я-я-я-я-я! В окне был день нарисован, ну... Ну, вы поняли. В общем, мы не зря сохранялись, поэтому вот... Собственно, чтобы оно не лаяло, мы дадим ему мясо. Вот, кусок мяса. Вот, теперь оно заткнулось. Здесь мы поговорим всё, как полагается. Нет, не подал. Тогда мне больше нечего тебе сказать, кроме разве покойся с миром. Ну, и хуй с ним. Так вот, здесь надо нам найти выключатель. Он говорит, здесь, вот-вот он, выключатель. Здесь изящно покрашенный бирюзовый цвет выключатель. Вот, обратите внимание на тени. Вот, теперь мы в прошлый раз стыкались с лестницей. Куда её поставить? Сюда ли? Сюда ли? Оказывается, надо поставить куда-то вот аж сюда. В случае, лестницы, ты забираешься наверх и достаёшь кусок ткани из настенного светильника. Вот, тень исчезла. Вот, и можно посмотреть на этот кусок ткани. Где он, кстати, у нас лиловая ткань. Вот она. Так что, ты специально собаку не кормил, что ли? Ну, я думал, что будет-то? Нахера её кормить? Так, в общем, в общем, здесь мы всё сделали. Вот, ну и отправляемся к привратнику. Получив ткань, вы возвращаетесь домой после утомительного дня. Даже, даже до привратника не дошёл. Дебил, а свет выключить я в ЖЭК позвоню. Да. Вот какой ЖЭК тут ложа бдит. А дальше опять всё бдожня. Так вот и сплю. СТЕФАННИ. СТЕФАННИ. Итак, новый день. Пойдём, пойдём, пойдём. значится так. На выход и газетку взять пацану. Кошмары, бля, кошмары, бля. Когда замелькали дни, он в ужасе проснулся. Видимо, тоже считает, что они не нужны даже во сне. Но само собой. Газетку. Молодой человек, газетка, ваша газетка. Эй, Стив, ты сделал доброе дело выйти с этим утром в газету. Продолжай в этом же духе. И у нас не будет никаких проблем. Я здесь немного попрошу. Вот. Ну и мы пойдём, пожалуй, сразу в ложу. изысканная ткань. И я пропажу вызвать небольшой разлад в рядах наших галантных борцов с огнём. Но это тебя не касается. Твоя следующая задача попасть в парикмахерскую мистера Пастерелле и скрыться с его обожаемым парикмахерским столбом. Вообще охуенно. Одно задание охуеннее другого. Ладно, я сделал это. Хочешь открыть салон, приятель? Нет, мне это доело, я не вор. Не глупи, конечно вор, это ткань тому доказательства. Ты уже скомпрометировал себя. Выйди из игры, и всё это будет зазря. Тебе решать. Вот так вот секты попадают. В прошлый раз говорил, что тебе не понять, это высшая цель. А теперь всё, ты просто вор, да ты же лах. Мамка стоит на кухне, её отпиздить сложно. Если хочешь, мы можем пойти снова домой. К мамке. Мамка на кухне. Так надо бы сохраниться ещё. Вот, мамка на кухне, но здесь нельзя ей поебалу надавать, вот в чём дело. Вот смотри, я пытаюсь её побить, и не особенно это получается сделать. Вот, а ближе я подойти не могу, вот. Так что, укради ткань, ты же программист. Я уже украл и отдал. Так, не забывай, что чувак из ложи сержант Ментуры. Ну, собственно, в общем, он меня уже на крючке-то и держит. Как в прошлый раз, нормально чё, а сейчас всё, ты уже вор. Всё, статья. Гроб, гроб в кладбище. Так, ну что же Пойдем в парикмахерскую Парикмахерскую Мы еще в парикмахерской Ни разу не были Парикмахерская Пастерелли Блин, да ты куда Что здесь у нас есть Деревца, деревца, деревца В общем, только войти остается Так, здесь говно чистят Как вы видите Так Есть Говарс мистер Парсонс Почему-то он на хитбоксе отвил Вот Есть Говарс мистером Свеллом И Говарс мистером Пастерелли То есть Главный Вот Начальник Вот говно чистит Этот прекрасный Манекен Сделан из застывшего Муса И липкого лаква Для волос Произведение Искусства Так Изваяние Парикмахерский Столб Красивый Прикмахерский Столб Приквеленный К стене Винтами С прямым Шлицем На хера Прикмахерский Столб Вообще Что это за хрень Такая Прикмахерский Столб Для чего он Так Что у нас тут еще Есть Голова Коровы Лишь истинный Охотник Способен Выследить Этих опасных Коров Согласен Совсем Фотография Мистера Пастерелли В отрочестве Полковник Бастер Монро Показывает Фигу Из кабины Своего Б-17 Ну и Все Только с Парсенцем Может быть Рассмотр Подвешен Такой Телевизор Однозначно Придет К затеканию Шеи Вот Двочу А то Покупают Плазму Повесят Под потолок А потом Вот Мучаются Мне тут Советую Что нужно Сейвиться Ну мы же только что Так Нам подскажут Для чего Простату массировать Таким-то Столбом Думаю Не влезет Кстати Обратите внимание На овцу Не отхаркивая Время от времени Это овца Кормочки шерсти Отличить ее От чучела Было бы невозможно И еще У нее глаза Красным Светятся Вот Парикмахерский Столб Символизирует Что-то там Коровавую ленту Обвившуюся Вокруг Столба Из-за ветра Что Это что-то Значит Не помню Что Ну вообще Ходить Короче Пошли Говорить Мистер Постарели Не отличает Потому что Нибельмес По-русски Говорим С мистером Свелом Тогда Здарово Стив И вам Здорово Мистер Питсвел Стив Не пытайся Снова Меня Затуть Когда был Насчет Алюминиевого Сайдинга О чём ты? Тебе непременно стоит поговорить с отцом насчёт его покупки, но он его по карману, я не могу и не подчеркнуть преимущество отличного алюминиевого сайдинга, сохраняя тепло летом и холод зимой, и уберегает от овец. Постарались, стоило бы на него взглянуть, но как я не старался ему объяснить, он не понимает ни слова. Знаешь что, хуже пожарной части, полно петушков, может быть лишь пожарная часть, полная обиженных петушков, они обвиняют друг друга в краже какого-то шёлкового белья, боже, автор слов, сражайтесь с пожаром огнём, не нарадовался бы в жатве, потому что в нашей пожарке одни нытьки любящие разжигать ссоры. В общем, петухи даже здесь. Жаль, что ночь Эдны пропала, это была странная ночь. Я помню тот вечер, в верхний уборный пост с дабов насорился унитаз. Видывал я людей, огорчённых этим фактом, но министр пост с дабов был просто в ярости. Чёрт, у него же есть уборная внизу, но когда я сказал, что на починку уйдёт полночи, он пулей вылетел из дома. Некоторых людей просто невозможно понять. А-а-а, в общем, ещё и дочь у Эдны пропала. Нам пишут тем временем. Нынче довольно распространённый символ парикмахерских берёт своё начало из-за тысячи лет назад ушедших времён, когда цирюльники занимались кровопусканием и зубовыдиранием. Тряпочки, которые вытирали кровь, вешались на подобный столб, а внизу была посудина, куда стекала кровь. Постепенно это трансформировалось в столб с такими вот полосками, которые крутятся, создавая оптическую иллюзию, что кровь стекает вниз. Ну, вообще, охуеть. Сохраняет тепло летом и холод зимой тонко. Да, так, давайте поговорим об алюминиевом сайдинге. Алюминиевый сайдинг сейчас в полном пролёте, Стив, всё начало из прихода вжатых пожарных, задумивших людям голову и рассказами с новодными понятиями, вроде цветовой палитры и дизайна интерьера. Алюминий можно покрасить, если что, к желании, но даже при этом в его никто не берёт. Даже такая деревенщина, как Пастерелли. Слава Господу за водопровод. Пастерелли, спасибо Богу, что это пломение. Пастерелли пытается впарить говно и сам говорит, что это говно. Всё про меня. Пастерелли тупо как пробка. Можешь спросить у Клема Парсонса, как он облажался в кастинализации. Я сам техник не смог бы её починить, но он даже меня не слушает. Ну, я предвидел надвигающийся конец алюминиевого сайдинга, поэтому отучился на сантехниках. Это такое дело, которому никогда не прийдёт конец. Ты удивишься, если узнаешь, что люди смывают в унитаз. Пацаны, короче, давайте учиться на сантехниках. Ну ладно, пока. Вот и рад тебя видеть, Стив. Мы поговорим с мистером Парсонсом. Привет, парень. Слышь, пришельцы, которых сегодня тебе рассказывают в прошлой ночи, вернулись. Оставь очередной круг на моём южном поле. Почему же я не знал, где обновили хорелки, Клем? Эти пришельцы хитрые, Пит. Нельзя пересечь между галактическую пузоту и не узнать пару трюков. Знаешь, я... Что утворил Пастерелли? Чарльд приобрёл сигнализацию для охраны своего столба. Только совсем не умеет ей политься. Хоть и пробовать, если весь этот город не катится в Тартарии. Бедный старина Джонсон, не трогательствует таким праздением искусства. Это же ядный признак, что от сигнализации приходит конец. Я слышал, дочка Эдна сбежала, чем она исчезла в ночь со вторника до среду. Так точно, я забрали пришельцы. В ту ночь было много чего странного. Я видел тревель сразу, как мыло над своими полями. Что интересно, из чего они вырезали? На кладбище горели огни. А свелл с ночь вкалывал. Расскажи ему, Пит. Да, ему и интересно слушать про вторник. Пацаны, поговорим про вторник. Или вам не интересно про вторник, а лучше про среду. Так, давайте про пожарную сигнализацию узнаем. Пастерелий расскажется на сигнализацию. Да, поскупился на электрике, чтобы её подключить. Этот идиот замкнул её на пожарный гидран. И стоит ей врубиться, как кто-то начинает плевать. Проклятие. Пришельцам в поисках разумной жизни нечего делать. Улевые лавочки. Это уж точно. Да, на гидран замкнул. Вообще охуенно. Давайте поговорим о пришельцах. Сынок, палатки пришельца это особый раздел охотоведения, известный лишь самым лучшим охотникам. Надо помнить, что средний пришельец умнее среднего человека. И если хочешь его поймать, скрабку... скрабок нужно ставить особую часть. Ты будешь научился, сынок. Пригвозив пришельца, ты больше никогда не позаришься... На черепах. Это все правда. Обей свой скрабок свинцом, чтобы обмануть их приборы обнаружения. Тихо заляг и жди желателенный рисунок возле ядерной базы. Почему не подождать возле своего поля, Клейм, подождать, пока они не придут отрезать круги? Да, и чертят свои кракли на поле гластерами, дурень. Ты вообще не педришь, да и негде ты там раскрадок ставишь. Слушай, Клема Парсона, если хочешь, он неземное существо. Они пересекают пространство в надежде узнать, что за ними, и даже обозревают, что их ждёт. Дрот. Блять, я не успеваю это говно читать. Бук-сот! Он Ванька Скайвокер, звёздный солдат. Пришельцы получат ногою под зад, да. Просто выеби их трубой и расскажи про четверг. Давайте ещё раз про пришельцы. У меня... Больше не позаришься на перепела. Что вообще охуеть? Какие перепела? О чём, блять, речь? Вот, не точно перепела. Вот, пришельцы. Перепела. Вот, кхм. Классы в лесу возле терной базы, они обожают там ошиваться. Вот. Давайте поговорим теперь о Пастерелле. Пастерелле вы странный тип, иностранец, знаешь ли. И кляжь на стрижок, но в остальном не в зуб ногой. Не веришь, как тогда спроси его включить сигнализацию. Вот, ну, в общем, кто-то ей врубиться, как кто-то начинает поливать. В подклятие, пришельцы поиск разговариваться, понятно. А, пока, больше мы от него ничего не дождёмся. Ну что, не русский, перепел птица. Почему здесь перепел, я не совсем понимаю. Почему именно перепел или перепела? Так. Фото юного мистера Пастерелли с набитым спагетти ртом. Так. Выключатель. Блядь. Я Пастерелли случайно. Пастерелли жесты показывает вам не приближаться. Выключатель. Да он уже лежит. Да. Давайте я в сущном счёт пиздим. Так. В общем, это не случайно. Короче, пацаны. Красивый парикмакерский стол прикреплённый, в общем, винтами прикреплённый. Что с ним делать, непонятно. Ай. Ну давайте попробуем его чем-нибудь отколпать. Например, топором. Ну, это не работало. Не будет. Он про охоту рассказывает на пришельцев. Вот и сравится охотой на перепела. А-а-а. Ну для меня это не очевидно как-то. А-а-а. Менты, короче. У тебя отвертку я использовал на... Решётке. Решётка. Продолжение следует... В общем, в жизни тоже так. Случайно нажмёшь не ту кнопку... И вот, пожалуйста, результат. Что ты сделал? Убил нигера? Ну да. Нам нужна плоская, не крестовая отвертка. Так, я вот не помню, на каком моменте мы остановились. Так, эээ... Нам теперь идти в ложу, надо, по-моему... Вот, 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 тут нам рассказывают... Ладно, сделаю это. Отсутствие уважения к авторитету отличная черта для члена ордена. Да, я хвалю тебя, Стивен. Надеюсь, ты выполнишь поручение. Вломись в парикмахерскую крадис толку, принеси его мне. После этого я дам тебе последнее задание. В общем, вообще охуеть. А как же правило трёх мудаков про три косяка? Ну, я предпочитаю перезагрузиться. Тем более, в данном случае, если избить человека, то сразу на электрический стул сажают. Так, эээ... В общем, со всеми этими чубзиками мы поговорили. Ээээ... Фотографии мы изучили. Вот, как... Чем, чем можно взять его? Так, у нас есть ручка, у нас есть бейсбольная бита. Может быть битой? Дамит! Нет, битой не пойдёт. У нас есть вилы, есть лопата, крестовая твёртка, кстати. Дамит! Ну, она нужна винтами с прямым шлицем, так что... Есть ключ от люка. В принципе, лопатой можно выкручивать, да. А, мэээн! В общем, I have no idea. Пишут, сохранись здесь. Ну, давай, сохранимся. Вот, но... Чё делать дальше? Велт-рю, конечно, может подсмотреть, но... Ладно, подсмотрю, потому что гадать мы всё равно будем, а время у нас не резиновое. Так, используйте ленту на двери. Разбейте дверь топором. Что, блядь? Лента на двери. Отвёртка от ресторана? Отвёрт... Ёпта-ть. Так, чё-чё-то мы как-то... Ммм... Не туда пошли. Так, эээ... Эээ... Отдайте полянку, конечно, тобой и привратнику. Теперь пора идти на кладбище. Идите, пока не дойдёте до полянки для пикников. Возьмите спички, отодвиньте стол, раскопайте могилу, сумочку... Ну, ну, вообще, охуеть. Эээ... Ну что, пойдём тогда к... На могилку-то, что ли? Сигнализации нет, говорили же... Не... Говорили же пизде с ними. Так, короче, нам нужно пойти на кладбище. И вот мы на кладбище. Кстати, и с видом на орден почти что. Эээ... Так, это у нас выход... Куда? Так, изучить могилку. Воздух здесь ваяет свежей почвой и навозом. Ээээ... Хороший-хороший! Написи на надгробии слишком-ээ-слишком неразборчиво. Так, эээ... Гром гремит. Так, сейчас слетающие тарелки прилетят. На этом надгробии вообще ничего нет. Ну, вообще охуеть. Изучить спички. Специально подготовленные к вашей свадьбе спички. Да, что не делать на могиле? Использовать стол для пикника. Ну, это не работало. А, мэн! Очередное место отдыха среди могил. Действие стол для пикника. О, мы его отвинули. А здесь у нас могилочка! Свежая совсем. Следы от лопаты дают понять, что здесь недавно копали. Ну что же, что же. Пожалуй, тоже немножко покопаем. Лопата, благо, у нас есть. О! А здесь и трупик есть. Так. Изучить тело. В неглубокой могиле вы нашли изуродованный труп хрупкой девочки. Изучить сумочка. В неглубокой могиле вы нашли изуродованный труп хрупкой девочки. А сумочка. Она крепко зажала в руках алую сумочку. Поднять сумочку. Ах! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну и больше здесь сделать-то особенно нечего. Давайте сумочку посмотрим. Вот она. Да. М-м-м. Изучить её подробнее не получится. Ну и я думаю, можно съябывать от седова. Хм-м. Опа. А шо это здесь? А мраморные двери крепко заперты. Хм-м. А у нас что есть для дверей? Топор! Нет, не получится. Это Сергей спрятал, чтобы Марина не узнала. Ха-ха-ха-ха. Так. 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 Так, так, так. Я тут смотрю прохождение и немножко с него улыбаю. Поздний час. Северное кладбище. Участок номер пять. Здесь ещё сыра земля. Свежий слой. Работа поприятнее. Копать да и копать. И трусь с улыбкой я. Силу возбуждения ощущаю я. По мере приближения холодней земля. Да. В общем, ритм я не выдержал. Спел как умел. Дальше я идти не могу. Застрял в текстурах окончательно. Вот. Изучить дерево. Наклонившийся к лёнск насквозь прогнил. Поэтому попытки на него залезть живаты для здоровья. Изучить скляп. Семенний скляп. Пост с дамов. Да. А здесь что у нас такое? Ладно. Съёгываем отседова. Так, нам советуют пойти к Эдне. У Эдне ресторанчик есть. Вот они, обеды у Эдны. И, как вы помните, в этом городе очень часто всё горит и сгорает. Да и глубоко от меня копать ещё мне два-три дня. Но даже холод мне не сможет помешать. Поддеть земли мощный пласт. Разбить киркой замёрзший наст. И откопав холодного обонять. Да. Пойдёмте к обедам у Эдны. Как вы помните, всё здесь горит. Но это пока ещё не случилось. Что здесь есть такого интересного, чтобы такого изучить? Похоже, кроме самой... Нет, что-то здесь вот было. Эээ... Соусы какие-то... Ящик. Открытый ящик. Что здесь у нас есть? У нас тут есть... Эээ... Плоская отвёртка! Этот городишко немного повёрнут. Спиздим. Ну и... Всё, пожалуй. Так, раскопать... Эээ... А закопать забыл. Вот негодяй, любимого диджея на стул за тебя посадят же. Ээээ... Давайте поговорим лучше. Ой, Стив, зачем так подкрадываться? Боже, ну мне мне показалось, что ты мистер Джонсон. Закажешь что-нибудь? А... Вы меня знаете? Конечно! Конечно, а меня зовут Эдна Фитцпатрик. Я, в отличие от некоторых, не страдаю амнезии. А значит, а вы мне вексы? Ну, ты всегда был шутником, Стив! Похоже, я изменился, и это не шутка. Послушай, Стив, симулирование амнезии ничем тебе не поможет. Не хочешь жениться на Стефани, не женись. Но, ради бога, перестань разыгрывать из себя больного. Этого можно ожидать от Керен, но никак нет 18-летнего... В общем, все говорят, что я был всегда шутником, и всегда говорят одной и той же фразой. Вот, явно видна синхронизация разумов через рептилоидов. Керен, спасибо за беспокойство, но после её исчезновения разговоры, они для меня очень болезненны, кроме закусочной, и она всё, что у меня была. Понятно. А Стефани? Девушки лучше Стефани в жатве не найти стив, моли богу, что она ответила согласен на твоё предложение. Я не помню, как это было, Эдд. Честно говоря, вы, мужчины, ведёте себя так по-детски, не зная почему, но все разговоры о браке превращают даже самого кровного мужчину в труса. Я не собиралась выйти замуж за отца Керен, пока однажды ночью тот не сбежал. Дови дошли слухи, что он вступил в ложу, но если это правда, то почему я ни разу не видела его выходящим из их здания? Даже шерифу... Сука. Даже шерифу Дуэйду не удалось выяснить, что с ним случилось. Видите? Видите? Отец Керен вот исчез просто. Ты себя был шутником, ты доевал своими историями против телоидов. Но они же, они же существуют. А кто такой мистер Джонсон? Мистер Джонсон сохнет по мне. Я бы сказала, что он влюбился, но это далеко не так. Он тяжёлый человек, мающийся от безделья. Джонсон никогда не получил отказ за ложе, потому что никогда туда не обращался. Если что-то не здоровое в его взгляде, когда он на меня смотрит, поэтому я всегда рада, когда шериф заходит сюда. Давайте поговорим тогда о ложе. Ложе пронючает всей мудрости. Тебе нужно вступить в орден, полученный жадкой, Стив. Ай, как можно скорее. Зачем? Ради всего святого. Что это за место такое? А пшениц созревает и ждёт не косу. А еще долго ожидающих фермер лучше вскорит себе брюхо косой, чем... Блядь, полученный жад во сломит, а затем, блядь, идите нахуй. Эдна? Стив. Ты чувствуешь... Так, эээ... В общем, я и... Мудаки делали эти диалоги, точнее тайминги. Так, давай по шмейстере Бойли, узнаем. Хоть я и часто вижу их вместе, Бойл и Шериф не особо дружелюбны друг к другу. А как будто между ними есть что-то помимо дружбы, хоть и не могу представить, что именно. Но правильно, один другого покрывает. И возможно, Шериф Дуэн негодует от того, что не смог попасть в ложу. Хоть Бойл в этом и не виноват, он просто разойдет бланки. Они решают, кого пригласят. Так, давайте еще раз проложу. Почему? А в спорте брюхо не сойдет, чем позволит отдыхать косяк, когда созреет пшеница. Получная жатва ослабеет, а затем придет зима. Пустой шелудок, тело без живота, учащего внутри, лекарно отчащего на земле. Что лучше для человека, когда он получает душу? Ты голоден, накорми себя, пока не стало поздно. Эдна, Стив, что случилось? Мы говорили о Бойле или о Кэрин? У бедняжки тоже амнезия. А может, ты немного закоротила? Прости, закусочная высосала из меня, я здесь как белка в колесе, извини. Так, давай поговорим о Кэрин. Спасибо за бесконечно, после ее исчезновения, ну понятно. Вот, ну что же, пока. У меня есть ее сумочка от Кэринта. Сумочка Кэринт. О, держи свою награду, прошу, возьми ее и уходи. И даже не спросила, не спросила. Открыли мне эту сумочку. В общем, ебанутая. Существует Шизик-Шизик! Кого мы позовем? Шизбастерс! Фрэнк 100-155 года с сиденьем из натуральной кожи. А спиздить? Да, не спиздить. Вывеска. Даже отсюда вы слышите гулкое жужжание неоновых ламп. Отлично, кстати, вот сделана эта вывеска. Чтобы еще такого... Нет, пожалуй, надо съебывать. А в чем ее награда за сумочку? Сейчас узнаем. По крайней мере, с деньгами мне можно пойти в магазин. И вот мы посмотрим, что за награда была объявлена. Так, здесь у нас есть деньги и вознаграждение. Сколько хуй просышь. Но мы можем использовать на бабе этой. Это должно хватить. Цены 1950-го года очень низкие. Берите, что нужно. Разводной ключ. У меня он особенно не нужен. Почти разводной ключ. Взять. Банк из кофе. Да. Здесь как-то больше и врать-то нечего. Шизик обосрался. Бери мешок риса и гречки. Да. Изучать проектор. Хочу проектор взять. Можно стоять 16-миллиметровый проектор с выбитой надписью школа имени Гейна. Со школы спиздили. Пылесос. Новый и улучшенный соси люк. Супер сосущий пылесос. Он просто сосёт. Это пустая бочка ваяет гнилым мясом. Высохшие дно кулера усилают мёртвые драканы и песчинки. Так что можно попробовать, наверное, съебать. Я помню, что можно копировать использовать, но зачем и как... Что бы такого отксерокопировать, я даже не знаю. Например, чё у меня есть? Газетку можно отксерокопировать. Ну, это хуялая идея. Используй диплодок. Ну, где ты видишь диплодок это? Разве что вот это разводной ключ и только. А банки с ядом тоже не взять. Ну что же. И мне остаётся идти обратно в парикмахерскую. Теперь мы берём разводной ключ. Так, я чувствую, что здесь надо бы схорониться. Вот у меня есть предположение такое, что вот неплохо бы схорониться. Возьми у батти диплодок, там же много. Нет, там ничего особенного брать нельзя. Так. Так, это крестовая отвёртка, а здесь плоская отвёртка. Парикмахерский искторг гордости и радости мистера Пастерелли. Он вызывает полицию. Парикмахерский искторг гордости. Стив, ты просто помнишь, мы у нас есть три страйки, вы не уйдет в Харвест. Но вы держите ваш нос clean. Ты здесь? Да. да он ходит как будто в штаны насрал но как насрал так и ходит я тоже так ходил так загрузимся с того места благо мы сохранились а так а я а я пока что подсмотрю в прохождение и так день 3 мы вроде прошли так мы так в хозяйстве магазин тоже сходили возьмите с полки липкую ленту так 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 а вот где липкая лента в в том магазине я чё-то там только разводной ключ был вот а Когда Джим Боб звёздной падающей команды старшей школы двадцатилетней давности приходит подстричься, то вешает на неё свою потёртую школьную куртку. Ну, вообще охуеть. Ну, это не работало. Окей. Убей их, убей их. Ну, кого ж я убью-то? Я ж тут не разбираюсь. Так, да, падающий. Тут всё падающее. Ну, это не работало. На мою девушку пал космодесантник. Выруби чёрного из пизде хуйню. Ну, чёрного мы уже вырубали. И потом вот за нами полиция приехала, и потом вот на электрический стул. Может быть, всё-таки где-то здесь ещё есть липкая лента, другая лента липкая. Но где? А. Нет, у нас витринами только одно действие. А, вот она, изолента-то. Спиздим изоленту. А я-то забыл про... Я ж только ключ взял. Так. До карлика там хуй дотянешься. Тянешься. Так. Аметизм. Сумерки опустились на жатвы. Короче, скрипты, пацаны, скрипты. Вот. Ну, здесь уже всё понятно. Мы берём изоленту. Вот. Чтобы стекло не потрескалось. Вот. И мы берём топо. Вот. Смотрите, какие глазки-то у овцы. Вот. Вот уж где ужасы-то. Ужасы. Но у нас есть, к счастью, отверточка плоская. Которую мы спиздили у Эдмы. Да ёбка вашу мать! Есть один стул с электродами лужёными. Э, 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 да. Ну зачем изоленту на стекло? Ну. Кхм. Овца сдала тебе. Не овца. Сигнализация. Начальник у нас уже опытный рецидивист В камере с паханом был Если б сидел не один Так В общем загружаемся Выебать овцу топором Разбить стекло Двери Стекло дверя Разводным ключом Возвращаемся к Эдне Берем изоленту Смотрим ролик Чтоб из стекло бесшумно выбить Тюремный торт всему голова Подсказывают наши уголовнички Яд на овцу и сайдинг купи Но остается только купить плазму и хай-фай Так я на всякий случай тут еще раз схоронюсь это А то страшно то Так Мы берем изоленту Теперь мы берем топор Так Беспалево Беспалево разбил Вот Справа где-то должна быть сигнализация Отключаться Ну что-то не работало Нет О, мэн На руку Дамит Опа Ну теперь только сам бог велел Отверточкой Не Так Го сейф после катсцен Нахуя блять стекло изолента клеить Ну Ограбление уровня Б Получив парикмахерский стоп Вы возвращаетесь домой А вот привратник жатвы то смотрит на тебя Вот сквозь все время и пространство Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok за 10 копия. Представьте, живой я на вашем комплюктере. Неужели бы вы отказались от такого-то счастья? От такой-то радости. Может быть, вы загрустили? А тут я прихожу на ваш монитор и говорю «Ну, ну, чего сидишь? А ну, бабки гони!» И так далее. Вот и нам тут пишут «НЕЕБПЕЕПЕ5ДФ». Спасибо тебе, добрый человек. Ну, я могу лишь присоединиться к этому пожеланию. Спасибо тебе за то, что дал ссылку. Видимо, у человека таки заработало. Ну что же, что же. Наши 5 минут аутизма прошли и диск уже вставлен и мы можем наворачивать тушеный картофель с горохом и мяском. Чего и вам желаю. А я вот наворачивал тушеный горошек. Без картошки и мяска. Вот. С хлебом просто. Но от такой диеты у меня начали, похоже, зубы выпадать и организм мне сказал «Так, или ты это прекращаешь жрать, или у тебя будет изжога». В общем, в общем, я завязал. свежий и всего за 10 баксов. А доллар-то вырос с пиздец как. Конечно, и я, значит, буду тоже дороже. Разве что со стриптизом и ширусами. Ну, ширусы, знаешь, вот, как-то я, помнится, дрочил, дрочил, потом у меня член. Вот. Апух. Такое ведь тоже бывает. А всё виной чему? Компьютерный ширус. Вот. Я его скачал вместе с порнухой и вот потом у меня от этого член. Апух. Ижога, да ты поди всю квартиру пропердел. А то. Зато теплее, зато не так холодно жить мне. Ну что же, второй диск у нас заправлен и мы можем идти дальше. Надо, кстати, сохраниться, что ли, со вторым-то диском. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Немного прошло. Да, действительно. Пожалуй, надо схоруниться. Так. Приходишь к Венеролу, а он тебе говорит, у вас тут уритральный троян, его из парнолабы качали. Ах, да, да. Так, кабель. Висковольтные кабели окутывают ваш дом старым добрым электромагнитным полем. Игул вы слышите даже во сне. Всё, вот именно так вот. Там пишут, что парнолаб, кстати, не грузится. Если он где-то собирает, то кто их, сука, приносит? Ну, это странный, странный городок. Там целый ящик с газетами есть. И каждый день я должен этому пиздюшонку отдавать по газете, иначе он меня расстреляет. Почему бы тебя не убить пиздюка троп-топором? Там же нет связистелей. Ну смотри, что будет, если... Кажется, пацан завис. Ну вы поняли. Давай топором попробуем. А, сука, дебил мимо стреляет. Топором. Ну ладно, топором так топором. Ну он откажется, скорее всего. На кой это мне? А, то есть он предложил ещё продать ему. Пацан, тот ещё аутист. Бьют по ебалу, стреляй в воздух. Визюк тебя опускает, как шнягу обосную. Гул кобелей. Лэйн, ты где? Да вот у меня такая же хуйня. Судя по отдаче пистолета, у него десёрт игл. Вот и наши оружейники собрались. Давайте лучше битой его. Мы же биту брали в школе. На кой это мне? Вот, ну не хочет. Увидимся позже. Давай, давай тогда сделаем так. Я его как бы отвиздить хочу, но... Кстати, Лэйн... Нет, нет, нет. Пацаны, чё делать? Всё, пиздюк съебал. Тленно-то как, тленно... Короче, мы пойдём в ложу. А вот и он. Произведение искусства. Иностранное венецианское стекло. Итальянские мечты. Ты отлично справился. Блядь, какой иностранный, блядь. Неприятный ровочный эффект в том, что постарелли поджарился, потому что ты оставил оголённые провода в луже на полу. Но, как говорится, сэ-ля-ви. Но, как говорится, сэ-ля-ви. Кхм-кхм-кхм-кхм... А, к неприятному несчастному случаю. Какая разница, что это ты оставил оголённые электрические провода в луже на полу. И если бы он не скрестил систему сигнализации с разбрызгивателями, то был бы сейчас жив. Конечно, тебе должен был лишь столб. Но это сейчас не важно. Моё последнее задание — поджечь закусочную беды и повсюду разбросать французское жаркое. Удай мне. Э-э-э! Господи! Это не маленькая шалость! Это поджог! Забудьте! Хорошо, какие варианты? Чё-чё выбирать? Давайте, ставьте Лойса. Один или два. Э-э, два Чуи Лэйн — это двести процентов аутизма. Дальше б... даже больше аутизма, чем здесь. Э-э-э-ой. Почему он говорит голосом Бэтмена? Вообще он говорит не голосом Бэтмена, он говорит телепатически. Э-э-э. Э-э-э. Так, первый вариант. Первый вариант. Тут поболее будет, но... Лэйн тоже. Лэйн аутичнее даже, чем радиоанонимус. Э-э-э. Беда — это же тот самый корабль! Э-э-э. Э-э. Здесь имелось в виду обеды у Эдны. Но буква У отвалилась. Э-э-э. Э-э. 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 чтобы быть находчивыми и хитрыми, а как и ты, чтобы стать одним из них. Сегодня начнётся распродажа печенья, скоро пройдёт городская ежегодная сдача крови, когда жертвы приносятся каждый день, твоё время в жатве истекает. Ну, вообще охуеть. And you don't seem to understand the shame you've seen a honest man, and all the tears you hold so deep will try to whisper in your ear. Не понял, нихуя. Так, я понял, нет, ты не марафонь, лейн не стоит, не поймут же, вообще не надо. Так, вообще надо с этими марафонами кончать, а то мы тут до... Я тут до марафонился до того, что у меня уже проблемы со сном. Так, так что марафонить тоже нужно в определённых пределах. Так, трахни лысика. Ну, и куда мне идти? Вот, а беды уедны, да, пожалуйста. Вот, вот беды уедны, и её как бы надо сжечь, я так понимаю. Так, что будем делать, посоленные? Так, так, так. А можно побить пастыря церкви трансформации, и там же нет свидетелей. Что за движок? Движок какой-то старый, досовый. Ищи бензин. Ну, бензин, я думаю, здесь есть. Вот. Но у меня есть желание сохраниться на всякий случай. Спички есть или у тебя амнезия? Спички есть. Давайте возьмём спички и банально вот... А чё поджигать? Давайте вывеску, что ли. Ну, это не работало. Ну, это не работало. Машину, мотоцикл. О, боже мой. Боже мой. Да здесь, собственно, нет ни на что. Но самое неприятное то, что это, кажется, я её должен спалить ещё. Вот это вообще откровение. Ну, может, где изнутри надо применить? Так, реквестирую сбейн того хуя в балахоне. Ну, сейчас попробуем сделать. Так, только я не знаю... Да, это очень мило. Ну, кажется, мы отдали спички. Нет, не отдали. Куда бы ещё их можно использовать? Кроме я, здесь никаких хитбоксов нету. А, стоп, есть фритюрница. Ну, это не работало. Окей. О, боже мой. Для торта. Вот. Нет, тут была фритюрница. Вот она. Фритюрница выключена. Фритюрница. Это, наверное, не пускай клиента за стойку. Ну, не сволочь ли, а? Так. Давайте пойдём и забьём того хуя. Короче, всё просто. Закажи у тётки канисту бензина. Бли, все подожги, короче. Ай. Тут всё сложно. Жатва такая, жатва. Ну, давай попробуем избить этого хуя. Разреваю, что это будет невозможно. Собственно, что и требовалось доказать. БВПЕ, избавься от неё. К ней тоже не подойдите особенно. Так, давайте посмотрим Велкджу. Я, конечно, понимаю, что так играть неинтересно, но... Так, отдайте газету, принесите приз привратник. Отправляйтесь в морг. Теперь прямо направо к алтарю. Сфотографируйте гроб с трупом. Возвращайтесь и идите налево. Покажите фотографию мистеру Махайну. Выберите фразу... I've got the goods on you. Теперь глуха. Окей. Берите клей и идите на улицу. Ну, вообще... Вообще охуеть. Пошли... Пошли в морг. Вот, собственно, у нас морг. И опять же с этим самым символом. Изучить символ. Странный символ выглядит словно свастика. Или раздавленный паук. Да он, блядь, здесь повсюду. Это инопланетяне его оставляют. Не иначе. Изучите благоустройство. Благоустройство территории произведено на профессиональном уровне. Ну, вообще охуеть. Теперь мы знаем, что такое благоустройство. Примерно как и кунг-фу. Вот. Да это же Шанг Цунг. Избить его не получается, пока ты саб-зеру не победишь. Ээээ. Поруби вояку, расстреляй ментов. Сейчас, сейчас разберемся. Вот. Я, кстати, уже забыл, кто такое Мойнахан. Спасибо, что напомнил. Кто, кто, кто он такой-то вообще? Так. Нормально так, нормально. Убранство. Изучите свечи. Эти поминальные свечи. Зажгло усопшим множество доброжел... Зажгло усопшим множество доброжелателей. Нет, это какой-то адовый перевод. Я не могу так, вот. Так. Или один доброжелательец кучи из спичек. Так. Мой реквест дошел. Не знаю, что ты реквестировал. Так. Так, так, так. Изучить диван. Пара удобных на вид диванов. Расписание похорон на этой неделе. Ох как. Ну, а вообще охуеть. И здесь даже жнец изображен. Изучить окно. Витраж незабываемой красоты, на котором изображен человек, держащий в одной руке косу, а в другой некую эфирную силу. Так. Праведник, преклонивший колено перед Святым Отцом и с трепетным благоговением. Праведник, преклонивший колено перед Святым Отцом и с трепетным благоговением. Ну, понятно. На бронзовом канделябре несколько странно пахнущих свечей. Пюпитр. Небольшой пюпитр для священника. Изучить гроб. В гробу неподвижно лежит юноша. На его футболке обуви видны красные пятна. Ааааа, посоленые. Играем за пиздюка, которого крутят по воскресеньям? Возможно. Трахни его, это же церковь, танцуй. Профессиональный дизайн надо было им не корзиноида Артемия Лебедева сюда телепортировать. Он бы сам всё сжёг. Так, давайте-давайте аутировать дальше. Так, ну поскольку я посмотрел уже в похождения, нам нужен фотоаппарат полароид на гробу. Вы сфотографировали труп. А ну, ну часто ты труп фотографируешь. Вот. А меня тут, кстати, мошки доедают. Не знаю, что сегодня они агрессивные, на меня бросаются. Так, а где мы тут? Хорошо зашли. Изучить сердце. Вот давно хотел. Безжизненный орган не предоставлен для перекачивания формальдегида. Эх, а я думаю, сейчас будет нам рассказать, там про пучок Гиса нам что-нибудь расскажет. Да есть, что такое. Быстрее выкладывай фото в Инстаграм, будь социальным. Так, линкольн, гроб есть, кладбище посещали А пидор, ну, а ты что, не помнишь, что было в комнате папочки? Причём только за 1 рубль, столько же даже спички из воды не стоит Не заинстаггамишь, не поебёшь Так, что здесь у нас ещё есть интересного? Изучить банки А в этих банках с фермальдегидом плавают органы. Именно такие вещи заставляют выращиваться, прежде чем придётся знание о их сути. Но глаза вам не подчиняются. Вентиляторы, разжужжающие лопасти вентилятора, едва разрезают зловонный воздух. Пятна. О, расплескалось. Изучить клей. На стойке лежит новый тюбик Астроклея. Взять. Ты не можешь его забрать, Стив. Он мне нужен для работы. И, боюсь этого слова, ты не ласпитый человек. Если я уж на всё хотел задолжить, неужели? Ну то, что можно положить в качестве залога, да? Залога? Что именно? Деньги? Моё, если не пройдёт, мне нужно открыть для работы. Если ты хочешь, чтобы я с ним расстался, то тебе придётся предложить мне что-то. Более ценное. Если ты хочешь, чтобы я с ним расстался. Окей, как насчёт фоточки? Где-то у меня фоточка. Вот она, фоточка разрезанного трупа, его просмотр. Кстати, давайте посмотрим на фоточку. Вот. Такой-то трупик а-ля Франкенштейн. Клей Астрал, используешь ты, и ты в Нирване, да. Блядь, раньше игры были определённо лучше, но сменилась аудитория с адекватов на шкалту. Вот и делают всякий трэш. Какой пакет? Так, альтфак в трэде. Да-да-да, это очень альтфажная игра. Так, берём фоточку, отдаём Линкольну. Точнее, мистеру Мойнахану. О, я смотрю, ты заявил сфотографии, и за какой за древором такой владею объектной съёмки? Это неизвестно, что лежит у вас в часовне. Он не сам расклеил ласты, но помог ему это сделать. Хм, может, ты и прав. Я владелец покоронного бюро, а не судебный медицинский эксперт. Ох, не нужны мне, чтобы знать, что если вас располосуют, это может оказаться юноша. Ты бы явно не хотел поверить на себе. Хрен с два, я просто хочу узнать, кто я, если выглядеть отсюда. Это угроза у меня компромата, а не наоборот. Хрен с два. Мы всё это хотим. Что за игрок ты затеял? Игров, в котором мы все либо выиграем, либо проиграем. А послушай, или ты рассказываешь мне всё, что тебе известно, или я отношу это фотошериф, и поверь, это будет торговая ошибка, и я рассказал всё, что знаю. В последнее время у меня одни убытки, поэтому с деньгами не помогу, если я что могу предложить, в обмену твоей фотографии, чубика с тройк клея. The only thing I can give you in exchange for the photographs, is my tube of astroglue. I do suggest you take it, or it's all you get from me. Клей, да, хорошо договорились. Мудрое решение, когда вырашивают от оси ноги, но чаще всего вот не зажалиют неосы. Ну что же, что же, пойдём, клей мы уже забрали, и нам остаётся пойти сжечь, сжечь сумерки спустились на жатву. И так, пошли к Эдне. Снова. Вот, теперь здесь у нас вечерок, и есть дверь. Ну, как обычно, мы уже научились проникать в чужие двери. Для этого нам нужна изолента. Вот, и топо. По идее, пойти клеить Эдну, да, да, да. Так, с фритюрницей можно поиграться теперь. Фритюрница включена, аллилуйя. О, о, какая там анимация. Правда, вы её, скорее всего, не увидите, но она есть. Значит, такая интересная. Так, возьмите, так, крышка для торта. Так, взяли крышку для торта. Это снял я, а не крышка для торта. Вот. Так, где у нас клей? Так, крышка для торта. Нам ещё и клей нужно. Так, астроклей и... Крышка для торта. Вы нанесли клей на обод крышки для торта. Вот. И теперь это всё в облаку тёрницу. Так, а нет, нет, вообще-то на самом деле надо её вот сюда, на пожарную сигнализацию. Вот. Теперь, теперь нам нужно включить газовую плиту, поджечь её спичками и съебать. Ну, по-моему, здесь она уже включена. Вот. Я сейчас так думаю, что пришло время схорониться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После пожара в закусочное Эдное задание... После пожара в закусочное Эдное задание завершено. Вы осторожно возвращаетесь домой, стараясь никому не податься на глаза. Махмуд, поджигай! Вообще-то, вам было Ахмед, зажигай! Ну и ладно. А у нас тут всегда трайли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чую, Эдно умрёт от несчастного случая по вине главного героя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять один спишет, а мамка там с диплодоками скучает. Ну, к родительскую спальню мы зайти не можем, а мамка всё ещё печёт печеньки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА я была в работнице. Я тебя не помню. Конечно не помню, пока тебе не понадобится постирать носки. Нет, ты не понимаешь, я не могу вспомнить, где я или никто я. Святые угольники, может прекратишь свои шучки? Правда, Стив, я думала, что ты закончил учёбу, ты к нему уже повзрослеешь последние годы. Я надеюсь, что это новая работа, сделка из тебя человека. Значит, меня зовут Стив. Стив. А тебя я буду называть ОСЕЛ. ОСЕЛ. ОСЕЛ, если ты не прекратишь на мной издеваться, юноша. Послушай, возможно, это очень странно, но я потерял память, ты мне веришь? В середине игры-то? Ты всегда был шутняком, Стив. Я серьёзно, конечно, а сейчас ты скажешь, что не помнишь о Хэнке и свою маленькую сестру. Полагаю, ты слышишь, что заколочная беда сгорела. Бедная Эдна сначала потеряла свою маленькую ночку, а теперь ЭТО. Человеческая наглость не имеет границ, сжечь телестанцию, чтобы отвлекся от продажи. Понимаешь, что продвигатель сделал это, чтобы разлить ОРК от совпадения? Маловероятно, прошло всего полгода после пожара в здании и редакции. Несомненно, на свободе я пьер-маньяк или, возможно, коммунист. Стив, мне так страшно! Я так страшна! И вот классический вопрос, а при чём здесь коммунизм? А при чём тут коммунизм? Надо будет вот зарепортить автор, пускай изменит текст. Спасибо, полковник Монро на ракетной базе. Он тебе расскажет, теперь, когда распродажа закончилась, я просто не знаю, чем занять время. Ох, я чувствую себя таким бесполезным! Боже Май! Что не так с тобой? Эээ, да, вот бывает. Ох, это не так плохо, как выглядит. Ты просто попал их вверх. Видишь? Как новенькая, должна быть вторая, той, которую она съела, были отложены отчиной яйца. Ты не думаешь, что нам следует показать её? Зачем? У неё есть мама, какой же глупо не была. Она чувствовала себя бесполезно, когда больше не нужно в печенье без печенья, я всё ещё могу воспитывать собственность отбросков. Это знак Стива, у меня снова есть цель! Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ меня с ума. Кстати, я говорила с мистером Джонсоном. Он вне себя от ярости. Кажется, кто-то поцарапал его в драгоценную Таггер. Да, он выяснит, кто это сделал. Слышали, что произошло в парикмахерской когда вловился в парикмахерскую постарель и украл вставил в парикмахерский столб. Утро постарель зажило галеные провода, оставленные вором и поджарился, но он от чертов чужой страис получил по услугам. Ничего, приходится в наш прекрасный городок и захватывать бизнес. Абажечки! Если мистки и ножницы выполнят достаточно даже для твоего отца, а я вообще не понимаю, зачем обычно я работникам при тебя перикмахерскую, как оно обычно бывает. Сначала у тебя бабская стрижка. Я слышал, что эти глупые пожарные набрались до топоров и зарубили друг друга на сердце. Все изменилось после кражи в пожарной части. А, может, теперь у нас появятся нормальные пожарные мужики. Ну, судя по положению дела, я сильно в этом сомневаюсь. Да что ты имеешь в виду? Разве ты не чувствуешь, как стены их лышатся на осеннее ветро? Приближается время жертвы, Стив, когда плевелые отбросят серый. Так, а что там насчет найденных такой нахладбищей останков? Я нашел тело маленькой девочки, и сложно знать, что я кто это, но поздреваю, что Кэрин. Ее череп и злодочник были вырваны, тело покрыто грязью, я нашел его рядом с ямой, как будто кто-то докупал его, а потом изуродовал. Абонорчик. Требовый отбор в поле, как будто кто-то взял ее, как кто-то снял ее. Абонорчик. Абонорчик. Ну что, я стараюсь, что я одно веняшка, оно жрело. Мы обожгались на распродаже печенья, но уверенны, ежегодные значения крови пройдет более успешно. И того мы собрали около двух стадов, но этого не надо платить закупать смертную лошадь и совершенно не хватит на ежегодную сдачу крови. Пацаны, парень прям камень, и мамке похуй. И главное, вот примерно так мы и с мамкой общаемся-то. Так, что она пишет? Мать типичная стерва. Чё у него за брат-то аутист? Ну, смотрит телевизор. Моя мамка тоже меня содержит, только потому, что хочет от меня в будущем профитов. Ну, а для этого мне говорили, что... А, мол, сынок, ты знаешь, для чего детей рожают? Для того, чтобы было кому в стакан воды в старости податься. Вот, и теперь она говорит, что... Что вот я должен, короче, ей денег отстёгивать. Симулятор мамки, да. Чем всё это кончится? Ну, тут должна быть очень хорошая сцена, не хочу её спойлерить, но надеюсь, она сегодня будет. Как раз с мамкой, если что. Так, причём тут коммунизм-то, да. А где вы здесь видите коммунизм? Пиндосы всё время носовок бочку катят, типа всемирная угроза, сами-то кто? Фу, блядь, фу, нахуй, блядь. Я же ел. Ура, ура, расчленёнка, лол. Мама любит своего ребёнка. А то... Ээээ... Так. Ну что же, идём дальше. Насчёт крови-то узнать надо. И животное сдача крови? Если бы ты знал, сколько крови мы собираем, ты бы дал бы куда более... Был бы куда более впечатлён. Да он разобязательно, Стив, если проведёшь грязь на воскресенье, тебе только придётся сдать. Полагаю, пока меня не выжмут, пока не выжмут досуха, даже Хэтт будет сдавать. Само собой, члены ложи освобождены. Запомни это. Эээээ, в нём случае никто не ткнёт меня иглой. Мы не используем иглы. Ну чё, нормально, короче... Приходи на сдачу крови, иглы не нужны, мы их так выжимаем. У этих буржуев в кухне больше, чем у меня комната. Ну, нормальная, нормальная. Хэнк, тот мальчишка у телевизора? Мой младший бред сегодня приболел, я не пошёл в школу, поэтому я и не хочу, чтобы ты пугал её своим бредом про Амнезию. Он правда? Погляди, что он смотрит, разве скажет, что он здоров? Я бы запретил. Ох, я так занята готовкой печенья для благотворителя и распродажа устраиваемой ОРК. А она в пятницу, надеюсь, ты не придумал прийти. Блять, она уже рассказала, что проебала. Манг, поехавшая. Светлеугодник, а может не благотворять меми... Благотворителями бреда, что на тебя нашло? Не знаю, черт, я об этом и не смей произносить такие слова в моем присутствии и радости, что, отец, тебя не слышит или Стефани, разве что-то пошло от него и будет знать, что её жизнь скверна слов. Вообще, все, все ебанулись. Сначала она говорит, что собрали всего лишь 200 баксов, а теперь вот готовится снова. Сначала она говорит, что после того, как она напекла печенье, ей жить не... Она не знает, чем заняться в жизни. Вот, а теперь она снова готовится к распродаже печенья. Ебнутое. Как там новые люди появляются при такой-то сдаче крови, таких мамках и таких госслужбах? Ну, население 51 человек, а об этом многое... Можно вот заставить впечатлений. Чё комменты не читаешь, мудила... Мудрила. Ну, читаю, читаю. Так, давайте поговорим о жатве. Жатва город не похожа ни на какой другой. Чем именно? Мне не надо объяснять, почему бы тебе не прогуляться и не поприаристовать кого-нибудь ещё. Я занята! Да. Жених... Жених, это безумие! О, ты раздумал жениться на Стефани? Рассказать тебе, бляднее. Предсвадебный мандраж? Разве он может привести к манузии? Прекратите, что дурачное, что сейчас. И считай, что тебе повезло, Стефани прекрасно готовит и убирает. Да. Готовка и уборка. Почему тут готовка и уборка? А почему здесь коммунизм? И верно, мальчишки такие глупые. Для чего ещё жена, как не для готовки и уборки? Может, ты не ценишь, когда перед тобой горячая еда на чистой тарелке, но не будь. Я клянусь, мы бы уже об этом... Ты хочешь сказать, что её женятся лишь ради готовки и уборки? Ну, это и я. Спасибо этому своего отца. Ну, я уверена, что Стефани исполнит свой долг, когда придёт время. А-а-а... Что за долг? Что за долг? А-а-а... Благослову... Благословит вою непорочность, но после брака открывается оберзительная правда, факт, который не прикрыт простынёк, путывающие черта, не сгибающихся танцовщиц и дрожащих ног. Так хорошо, что ты не понимаешь, о чём я. Когда придёт время начать, зачать ребёнка за Стефани, тебе придётся смириться с фактом, что фермер при посадке семени приходится испачкаться землёй, испачкать землёй свою мотыгу. О, как оно! Так вот в чём суть игры. Откосить и от сдачи крови. И-и-и вступить в ложу. А, пацаны, только в ложу. А чё с отцом? Мой отец. Он в другой комнате, решил сегодня поспать, а теперь прости, мне нужно вернуться к печенью. Бл***ь, печенье ты уже испекла, дура, и продала его уже давным-давно. Совсем ебанулась. В общем, пока-пока! Не забудьте вынести к этому для Джимми. Знаешь, какой он надоедливый! В общем, надо пойти за газетку и Джимми не надо расстраивать, а то расстреляет ведь. Так... Испачкай мотыгу, чё ты, чё, не мужик? Ну чё, пошли пачкать могилы, мотыги, что ли. Так, газетку берём, мальчику отдаём. Эй, Стив, ты делал доброе дело, вынеси этим утром газету, продолжай в этом же духе, я у нас с него никаких проблем. Я ведь немного опрошу, так? А ты чё, сука, решил откосить от своего долга? Да я тебя сейчас тут порешу. Мы тут с корешами придём. Так, что у нас есть? Во-первых, нам нужно вернуться в ложу. В нашу масонскую ложу, куда меня собирают принимать. Закусочной беды больше нет, как и Эдны. Она повесилась, как только поняла, что произошло с её любимым заведением. Настоящий предприниматель объект гордости своего народа. О, как, мне-то предлагают сохраниться. Давай, давай, нет, сохраниться в диалогах нельзя, к сожалению. Я и знал, что она сама себя убила. Да ладно, любой поговоривший пять минут с ней понял бы, какая для неё трагедия уничтожения Закусочной. Сука, да ведь ты меня подтолкнул. Но ты всё равно хотел поджечь её Закусочную сделает, а ты показал себя достойным кандидатом. Сука! К чёрту всё это, я больше не хочу стать одним из вас! Кандидат, я думал, это было вступление. Лишь так можно было определить твою готовность к испытанию. Твоё освещение в тайной жатве скоро начнётся. А пока будь терпелив, нужно соблюсти протоколы, прежде чем начать посвящение. Ну вообще охуеть! Сейчас ещё зазайч... там ядерные ракеты надо будет запустить. Так я узнаю знак. Узнаешь, когда получишь предложение. Неси его сюда, и твоё посвящение начнётся. Ну вообще охуеть! Знак этой организации смахивает на знак масонов. Там были молоточки только. Так, ну давайте схоронимся. Хотя в конце-то концов... Так, так, так... Дальше тут нам подсказывают, что нужно идти к Стефани. Дом постсдамов. Ёбнутый! Изучить птицы... Давайте птицы изучим, а они ходят по краю. Пацаны, запомните, птицы, если вы хотите их изучать, ходят по краю. А есть вариант прохождения для пацифистов? Нет. Да и, собственно, зачем, если ты пацифист играешь в такую страшную игру? Так, ты такими темпами весь город убьёшь. Ну похоже, да. Тем более, что в прошлый раз мы уже ядерные ракеты запускали. Так, мой дед бил рептилоидов, мой отец их бил. И я их бью в кровавую кашу. И ты бей! Да. Ну, диван мы уже изучали. Диван опьянут кожей молодого дермантина. Пошли наверх к мужику. Видимо, о мясе я могу забыть. Что вы имеете в виду? Видимо, твой отец воспользовался связями. Не забудь проверить подушку Стефани, счастливчик. О чём, чёрт, вы говорите? Поймёшь, когда появится шериф? Эх, Стефани, Стефани. О прежних временах можно забыть, полагаю. Теперь по ночам я буду смотреть телевизор. Я буду смотреть телевизор. Да, я буду смотреть телевизор. Поймёшь, сын. Хорошая жонушка. Поймёшь, сын. Поймёшь, сын. Стефани. Стефани. Поймёшь, сын. Поймёшь, сын. Поймёшь, сын. Стефани. Поймёшь, сын. Поймёшь, сын. Поймёшь, сын. Поймёшь, сын. Эс》. Поймёшь, сын. Жор occurred на Scientific button , иальный рёда. Субтитры сделал DimaTorzok Замечательная, замечательная сцена Харвист Мун, дай мне силу Ну, если вы слышали, то он так и сказал Nature Death Естественная смерть, так что переводи Сусека Ну, мы же не разбираемся, мы же не знаем иностранных языков Кстати, можно было бы перевести еще и видеоролики Если бы кто-то нам помог, но мы же не умеем в английский И это сложно Стив Масон, тонкий намек Так, насчет, насчет того, что дали нам что-то Давай посмотрим свои вещи Есть, кстати, записка Есть записная книжка шерифа, которую мы у него спиздили Главное, чтобы он сейчас нас не обыскал Ну, а больше-то у нас ничего особенного-то нового и нету Вот, астроклей мы уже использовали Тележку использовали Вот, вилы пока что мы не использовали Тампоны не использовали Вот Так, кого до костей раздели Это была его девушка, на которой он собирался жениться И... и... да, я сохранил Зелена со сладками, черная бумажка И здесь еще, что самое главное Она была второй в городе после меня Кто тоже потерял память и думал, что городок ебанутый Вот И она, кстати, в прошлый раз говорила, что Здесь странные почтальоны Какие-то мальчики, которые не разносят газеты, а собирают их Да это же... да это же естественная смерть, как врач вам говорю Ну, а что может быть естественней-то, вот Так, эээ... что здесь есть? Изучить приглашение в ложу Вот, эээ... изучить череп и позвоночник Череп и позвоночник, да Взять череп и позвоночник Ты не можешь забрать ее останки, сынок А ты что за извращенец вообще? Эээ... ну тогда хоть... вот... использовать приглашение Эээ... вот... мы возьмем приглашение вот в ложу Изучить батарею Как у нас дома только розовая Мебель, хороший вкус, ну это мы уже изучали Это потому, что ты, мудак, не привез им мясо А отдал его собаке, да Бери приглашение и иди на инициацию Ну че, я пошел, пацаны Я надеюсь, сейчас эээ... там батя меня не сожрет Не, меня не съели, уже хорошо Ну короче, на иници... на инициализацию пошел Инициализироваться Вот, эээ... короче, эээ... пошел, пошел Так, приглашение Вот оно Да будет известно, что священный орден полученной жатвы Настоящим сообщает о возможности посвящения Стива Мэйсона в священные тайны жатвы Пусть он как можно скорее предстанет перед привратником Дабы предъявить ему свои права Эээ... вот, пишут, чтобы я сохранился Ну ладно, ладно, сейв так сейв Эээ... сохранить Ты получил приглашение Я не понимаю, приглашение не карта, а позвоночник Он должен быть передо мной, чтобы я впустил тебя Ну вообще охуеть Теперь нужно позвоночник еще притащить Эээ... больной ублюдок, что ты сделал со Стефани? Эээ... тайны открыты только членам ордена Непослушникам От тебя обеспечили приглашением Принеси мне череп и позвоночник, если хочешь пройти в этот мир Ну вообще охуеть Этот чувак в халате кого-то мне напоминает Эээ... ну не знаю Пойдемте Изучать стены, я думаю, смысла нет Она... стоит кирпичная стена Стоит кирпичная стена Стоит кирпичная стена Стоит кирпичная стена Там... чё там... чё там... чё там... шрифт-то ушел, надеюсь Уже можно забрать Так, шрифт-то ушел, но... череп-то тоже проебали У нее хороший вкус Так, я подозреваю, что она сейчас в похоронном бюро Эээ... он может... ээээ... напоминать Кейна из Command & Conquer Шан Цунга из Mortal Kombat'а Дуй в морку, собственно, туда я и собираюсь И главное, столько организаций всего-то для трех домов, фактически Охуительное, Игорь, умели же делать Такой-то NextGen, монах и талт-схемист Так... эээ... пойдем сразу к... комплектухе Изучить трупы и грязные остатки какого-то бедняги Стивен, кто вы? Это и Бойнахан, владелец похоронного бюро-этеля, сбившийся опутник И многие спрашивают у меня, почему я не помню их имен Ну, ты всегда был шутником, Стив Кроме того, имея дело с покойниками, я стараюсь вмешиваться в дела живых А твоя потеря память, и мне мало интересно, будь она... Правда или ложью, эролично, или принимать во внимание мое участие в... О чем вы, мои? Жалобы стали в основном причиной проведения городского благотворительной распродажи печенья Я благодарен, что орден полученной жатвы принял участие Без сомнения, вырученные деньги покроют мои убытки Такое ощущение, что жатвы это как кладбище слонов, только для людей Они падают замерто, без гроша в кармане, и тоже нуждаются в захоронении А как и этот труп в часовне, как дурак с мытой шеей Ни скорбящих, ни горюющих, но в соответствии с уставом горда Должны повредения и вести все затраты Кто знает, возможно, остановись все эти люди, взбившиеся в путники Они принесли бы мне баснословную прибыль Так с чего я должен платить за гробы и сопутствующие материалы? Без затраты на покойников колоссальны Будем надеяться, что... Блядь... Смерть твоей невесты, вне сомнения, была ужасным событием для всех Кто ее знал и любил и того подобное По моему мнению, это идеальный материал для работы Не надо удалять органы, отсасывать жидкость Возиться с грубым и выслушивать прочитания оплакивающих хранителей И хоть бы все умирали, как Стефани Хотя по правде, об этом лучше всего знать ее парикмахеру Вообще, блять Парикмахер-то тоже мертв Пожар в Детчо очередное доказательство превратности моей профессии Удивительно, что после такого ужасного пожарища Ни одной из жертвы, в некотором роде, разочаровывает Мне не побежать клиенты с деньгами Что за монстр мог так искромсать ребенка? Мне не особо нравятся маленькие гробы Ну, вообще охуеть Кстати, в прошлый раз мы выяснили, что этот человек владеет и отелем, и моргом И часто вот свои бизнесы совмещает То есть клиентура из одного бизнеса переходит в другой его бизнес Так товарищ и ведет свой бизнес-то Истян сварили холодец из трупов Тут его готовят ведь А Стив шутник, да Ты всегда был шутником, Стив Он ценник, короче Я бы свалил из города после всего этого Блять, наш главный герой и хочет это сделать Но решил вот вступить в Орден Жатвы Так, на кладбище, посмотри, там же труп Ну, посмотрим Что тут у нас есть? Распродажа печенья, Орден, покойник, труп Покоящийся в данный момент, труп у часовный яркий пример моих трудностей По недостижимым причинам этот бродяк решил забрести в жатву И в итоге откинул копыта Кстати, да, все, кто приходят в жатву, в жатву тоже отдохнут Вот так просто, разумеется, он умер по абсолютно естественным причинам В этом я не сомневаюсь Ну, естественно, тут все смерти естественные Но зачем идти в жатву, чтобы умереть? Вы говорите, что это частенько происходит Разве это не перебор для совпадения? Меня самого озадачивает эта ситуация Но я могу тебя уверить, юноша, в жатве не происходит ничего неподобающего Наоборот, сам факт того, что я прописываю этих бродяг в отеле «Избившийся путник» А орден полученный жатвы и оплачивает их быстрое захоронение Даже если они не имеют семьи или средств Ну, это, конечно, наше понимание Хоть это и влечет потери с моей стороны Ну, в общем-то, просто святой человек Иначе и не скажешь Че он просто съебать не может? В том-то и дело Вот он зла бы своей хотел съебать То от нее только позвал, вообще не касался Сдал бы, что лично приятно пообщаться Но я нахожу общество живых весьма скучным В общем, ценник мизантрап Так, ну че, пошли тогда на кладбище сразу Кладбище, кладбище Благо тут у нас есть личный персональный, можно сказать, склепчик Вот Что написано на доске в морге? Там было расписание Я бы на его месте убил бы всех Раз тут они неадекваты живут Но ты попробуй, и сразу в ментуре окажешься Так, а поскольку я, может, подсмотрел в прохождение То я знаю, что надо воспользоваться лестницей Вот, и я думаю, что пришло время схорониться Вот мне так вот кажется Вот, изучить стеклянная крыша А стучно свет пробивается через стеклянную крышу Ну что? Топор? Топор! Тут свой цербер есть Пацаны Короче, цербера замахали, пацаны Изоленту-то забыл Ну, изоленту только чтобы беспалевно И тут во время посвящения в масоны Стивена пробирает диарея Да, прохождение Прийти к магазину, сесть в позу гопника и прокричать Джерри! Ой, не знаю, о каком Джерри ты ведёшь речь По закону Женера, там должны были быть лазеры и сигнализация Ну да, возможно Так, лестница наверх есть То есть, спуститься я не могу Так, изучить саркофаг Из чуть приоткрытого саркофага Из саркофага верит тошнофорный запах Действие саркофаг О, моя жена Череп вызвал, вообще, их забрать Ну, у меня в кармане всё вмещается Вот, и, 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 и домой Домой пошёл Так, беспалевно, беспалевно Так, предлагают изучить труп монстра Ну, давай вернёмся и изучим Не знаю, правда, зачем А его уже и нет Посоленный А, тленность, тленность Вот так вот Кстати, я не нажимал Он сам туда зашёл Я не знаю, почему сейчас при на том конце кладбище встретить шериф скажет еще тут его ну ты чё делаешь кладбище кладбище участок и номер пять а чё такого-то молодой человек гулять своей тяночкой и чё преступного то да действительно жениться вот хотели весь город из трех домов в курсе ну что справился да начнется посвящение а как твое мистог я должен отдать тебе это священники жалочно помочь своих поисков вот из нас должен вступить в ложу по-служски и считает его враждебным местом вы хотите помочь мне или чтобы меня убили я привел тебя к пути посвящения в особенное эксклюзивное братство я просто руководитель испытания видишь ты во мне не врага или друга зависит от того сколько ты готов к испытанию в общем эксклюзивчик пассанит а это штука как вы не сказали это особенное оружие его использование состоит часть посвящения так ладно я воспользуюсь им при необходимости у меня всегда есть выбор у тебя всегда есть послушник твой выбор зависит только от тебя ну в общем опять бред про выбор 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 все происходящее здесь относится к великому вопросу на который ты обязан ответить о чем идет речь ты поймешь отвечая на вопрос и так ты найдешь искомый ответ ты встретишь тех кто хочет помешать или пробудить тебя ответить все зависит от твоей точки зрения даже принимая за факт то что ты хочешь жить умереть легко и в этом есть свой ответ но не для тебя блять я ни хуя не понял нам подскажешь сейчас бфг дадут короче короче где графен просто скажите мне стефани мертва или находится директор по персоналу на втором уровне отслеживает подобное левел кейп страк афс сучки окрой замечательно значит вы и против меня я привратник я должен обеспечить соблюдение про протоколов уклонение от протокола придет к наказанию помни то что я тебе сказал ну чё инициация начинается посолены эта игра мануал как стать диджеем на радиоанонимус ну да у нас вот все так и происходит так короче я за болванкой за 3 никуда не уходить сейчас вот тут я сразу все болванки собрал сейчас вставлю в дисковод нахуя он вообще помогает какому-то монаху понимаешь это привратник чтобы вступить в орден жатвы нужно вот с монахом попиздеть вот и все все в городе хотят чтобы я стал членом ложи вступил в орден жатвы изучить бюст ну по крайней мере меня пустили пустили в летающую тарелку мы обратите внимание мы в летающей тарелке рептилоидов изучить свет вот я тоже давно хотел сначала изучить сердце вот а потом изучить свет подсветка карлика окей говор с лакей а ты здесь отлично они за этой дверью простите вы же дисинсектор так нет ни хуя не понял какой кратчайший путь на второй уровень о каких вредителях идет речь замарай мотыгу стань диджеем они в каком формате записывали анимацию что для игры три диска потребовалось в своем досовском формате это же очевидно он кстати немножечко даже сжал причем достаточно ебанутым медом как мне кажется видел какие квадратики вот показывают и вояка хочет да ты ебанулся да вот все все хотят вот так 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 не могли просто дивиди залить чтобы не мучиться с дисками да не могли ай копим ай копим ну что же какой кратчайший путь на второй уровень во втором уровне сэр вход скрыт но небольшое отражение откроет ответ чтобы найти ключ ко второму уровню достигните глубин своей души охуенно а желаю вам удачи сэр надеюсь вас не вырвет от того что вас ждет впереди ну ахуеть что у нас тут дальше изучить бюст на вас молча левым упреком взирает бюст Джорджа Вашингтона бюст Барбары Буш Бенджамин Франклин Томас Джефферсон и бюст Бетхёвена все все они здесь оуооуу что с лакеем, в общем. Вот что он здесь говорит, я совершенно не могу разобрать. Спрашивает, а Гитлер где? Ну нету Гитлера! Он говорит, что они должны быть уничтожены. Я не понимаю вообще, о чем он. О каких вредителях идёт речь? А не о тараканах, и несметное количество разнообразных сверху носых тварей там обитает. И как раз перед ежегодным собранием. Какая досада! Желаю вам удачи, сэр. Надеюсь, вас не рыгарит от того, что вас ждёт впереди. Куда же мне податься-то, я не знаю. Кажется, нас съели. Вот пишут, что DVD появился в 97-м году. Да, а у нас 96-й. То есть, за год до DVD. Поэтому вот и не залили на DVD болванку. На дно, пацаны, да. Где внучаев? Бюста смотрит на вас, как-то свирепый. И в то же время с грустью и недоумением. Поглазь бюста, сука. Его всрали, прям как в Саус-парке. И если тебя съели, у тебя два выхода. Ну и что. Пойдём аутировать... Нет, я боюсь аутировать, пацаны. Давайте схоронимся. Кажется, там кишка. Тем более, что у меня есть только вот... Хрень. Использовать коса жатвы на... Венах. На слизистой. Вот это, вот это, вот... Медицина! Над шелестящей полностью стоит болтающаяся вена. Комната обравляет прокрытая желчью слизистая. Хорошая комната, мне уже нравится. Так. О, кажется, сзади анус какой-то... Фу, какая мерз, эта игра кроме отвращения вызывает недоумение. Зачем же ты тогда её смотришь? Да у него же токсоплазмоз, он аутист из-за паразитов. Всё, всё про меня. Всё в кишках. Где же Сай? Попробуй вооружиться косой. Ищи диплодоги. Welcome to анус, сынок! Изучить кислотное лужа. Лужа ядовитой кислоты покрыта питательной плёнкой. Ну, похоже, это и есть желудок. Вот. Изучить сфинктер. Стянутая запирательная мышца преграждает вам дорогу назад. Всё, назад пути нет посолены. Изучить вены. Вы не видите сколько... Вы не видели столько вен с тех пор, как ваша бабушка наделала купальник. Да, 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 да. Вены повсюду. Эвривея. Ну чё, в сфинктеры уже не пойти обратно. Вот. Что делать, не ясно. Ну, короче, берём и ебошим по сфинктеру. Не. А если вот по венам, по этим? В общем, тлен, пацаны. Кажется... Кукурузная труба? Печально известна кукурузная труба. Короче, короче, замахал я его. Про сфинктер. It's beautiful. Что в эфире? Почему он пульсирует? Его в сраку там долбят? Ну, хрен его знает. Так. Изучить полип. Потихоньку растущий полип. Ну, растёт себе потихоньку. Изучить останки. А человеческие останки разъедены кислотой практически до неузнаваемости. Изучить опухоль. Из своей мясистой тюрьмы прорывается опухлевый нарост. Да. Возможно просто так. Изучить артерию. А через остывшую артерию свистит жидкость. Вот, похоже, меня съели и используют медицинский прибор. Так, лейкоцит что ли? Вооружись косой, дубина. Ну, понимаешь, я когда перехожу через комнаты, оружие уходит. Тогда надо его достать, я не успеваю. Ты внутри себя, будь осторожен. Что, познай себя? Тогда кого это я вот замочил? О, опять анус. Ну, по крайней мере, в этот анус я могу зайти. Так, изучить бассейн. Одни бассейна вы крайним глазом замечаете кости. А где взять кости? Изучить гриб, тумисцентный гриб, впитывавший лужу желчи. А взять? Так, пацаны, давайте срежем его что ли. У нас есть коса жатвы. Не будет работать посоленная, не будет. Что, зачем здесь еще можно спереди? Сжать. Ммм, бассейн тоже нет. Ну, это не работало. Пойдем в анус или направо. Короче, пишите Лойса, направо или в анус? Желчи, значит ты в печени. Внутри себя, будь осторожен, вам мерзко. Я читал детскую книжку про путешествия внутри организма. Был даже мультик, назывался Wonderbit. Это целый сериал был. Кстати, очень хороший сериал. Реквестирую его на марафон. Тебе бы все взять и взять. Ээ, анус! Бля, иди в анус, уже заебало. Найди выход и хватит на это очко смотреть. Сохранись. Ну, очевидно же, в жопу, иди в жопу. Может этот желудочек? Анус, анус, Лойса. Ну что же, тогда мы сохранимся и пойдем в анус. Так, ээ... Посоленный, если я в своем организме, Эээ, то у меня вопрос. А как-то вот, ээ, вы не находите, что у меня в организме слишком много глаз? И почему-то они как-то вот, эээ, в странном месте находятся. Как-то вот, эээ, вроде, не должно бы так быть, как мне кажется. Вот, вам-вам-вам-вам так не кажется? Вот, тут как-то вот все странно это. Таааак, ээ, так. Глаза в жопе, глаза в жопе, да. Слишком много анусов для одного гигантского организма. Это не глаза, это покрашенные анальные шарики. С-со-со-со-со-со-зрачками? Кто-то глаз на жопу натянул просто. Эх-хэ-хэм. Так, эээ... Это анальные шарики увязли в говне. Таааак, эээ... Ну что же, пойдем разбираться, что здесь есть. Вот какая-то херня, она не берется. Изучить большой глаз. Огромный голубой глаз смотрит прямо на вас. Поговорить с ним нельзя. Может только все посмотреть. Кстати, изучить карий глаз. А вы думали, что у стен есть только уши? Да, еще и глаза есть. Еще и зеленый глаз. А вы думали, что стен есть только уши? Чего бы здесь такого еще можно было бы спиздить, а? Да, тут хрень явно такого, знаете ли, человеческого производства. Вот эта вот стойка. Да и здесь какой-то вот кабель проходит. Так что... Тут не все однозначно. Карий глаз, азаза... Ну ты понял, карий глаз. Не понял, для меня эта шутка не очевидна. Изучить грипп. Так, ну пойдем сюда. В другой анус. Вот это я немножко прослупочил. Да, надо будет сейчас вооружиться получше. Я же видел, когда ты спойлерил, что может держать в руках оружие, а не для использования. Попробую экипироваться. Нет, при переходе в соседнюю локацию он уберет. Карий... Так... В восторге от этой Игории. Тут же можно лазить в собственную ману сюда. Это пекарня сладкого хлеба. Косой в глаз жоперас. Не знал о посторонних частях тела там, где их не должно быть. Гугли Тератома. Ой, ой, страшно все это. Давайте, короче, загрузим последний сейв. Вот, я... Вот смотри, чтобы взять, мне нужно кликнуть несколько раз, и... Вот, я экипировался. Но сейчас я, скорее всего, буду без оружия. Вот, что и требовалось доказать. Вот так быстренько беру. А воюю все равно руками, а не этой хренью. Сука. Вот. Почему-то оно не хочет, вот. Может, я его никак не победю? Может, я не туда зашел вообще? Так, еще раз. Так, по-быстренькому. В инвентарь. Кипит, 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 кипит. Еще раз руками загасить. Может быть, это поможет. Чтобы еще такого можно спистить, да, цитапик. Все отобрали, рептилоиды проклятые. И в анус засунули, даже вилки не дали. А ну, счисти им. Ты неправильно его взял. Попробуй иначе. Используй на себя. Использовать на себя. Но если на себя, то он обратно его положит в инвентарь. Вот, и все. Глядя на этот сфинктер, мой невольно сжимается с ним. Так, это нормально, да? Это нормально. Ну, короче, пошли мочить того хуйла. А, я его замочил. Интересно, как там мое здоровье. Да, со здоровьем у меня не очень. Еще немного, и меня вот, ну вы поняли. Изучить панцирь. Панцирь, как будто застрял в полинстой стене. Он похож на кок. А вот здесь, похоже, можно как раз использовать... Это вообще теперь не кликабельно на наросте. На кишечной петле. В общем, изучаем анатомию на радиоанонимус. Анатомию на радиоанонимус. Есть еще один анус. Вот. У меня есть желание... Так. Ну, сохраниться самой собой надо. Я и так при смерти. Вот. Но... Даже не знаю. Кислотная лужа. Пошли в анус. Стянутая запирательная мышца прекращает там дорогу назад. А, видимо, сюда я и пришел. Вот. Собственно... Полип. Ну, здесь же я был. Опухоль. Да, здесь я был. Ты попал в квартиру, Фу Минори. Да, похоже на то. Пойдемте-ка сюда. Здесь ведь, наверное, я только не был. Нет. В панцирь здесь тоже я был. Короче, я везде был. Сегодня, когда можно сказать иди в жопу, и он пойдет. Да. Ну что, мы только здесь глаз не убили. Глаз на жопу надо сейчас натянуть будет. И... Все. Кстати, глаз реально сейчас меня может заебошить, потому что я при смерти. Ну и теперь все. Мы всех задоминировали. Анатомия. Кстати, хороший стартап для внучаева. Однажды и больше не будет. Да. Так. Так, так, так. Ну что же. Изучить сфинктер. Здесь мы были. Короче, мы везде были. Убил, схоронись. Да че схорониться-то? Мы же всех убили, посоли. Вот и здесь мы были. Возможно, надо че-то отрезать моей косой жатвы. А вот это че такое? Здесь хитбокса тоже нет. Вот это, ну что я ходил. Да, ходил. Вот глаз на жопу натягивал. Э, выход, выход. Он обратно не возвращается, посоленный. Ну все, пизда, наверное. Вот этой хрени ведь раньше не было. Не было. Погляди. 63 зрителей ты на пике популярности. В пизду зрителей. Тут у меня, вон, видишь, сколько зрителей за мной наблюдает. Вот, а ты 63 зрителя. Тьфу. Как у меня на работе. Грязно, как в жопе. И все на тебя смотрят, да. Ну, я думаю, пришло-пришло время подглядеть в прохождение. Итак, вы говорите с карточкой, спускайтесь вниз, найдите конкурс с глазами. Вот она. Размажите самый правый глаз, идите направо. Кстати, это самое только начало прохождения. Ебать, я в самом начале пути. Ну, давай размажем. Я, конечно, за мирное. Человек несколько сфинкеров. А, ну, столько один. Ну, вообще охуеть. Изучите туалетка. Это темп-то таинственный и впечатляющий. Я наделал в Китае. Ибо это написано на подставке. Там еще скидка. Покупайте наши товары 11 ноября. А, треснутая ваза. Что есть еще есть? Изучите растения. А, живое растение. Растение, пацаны, живое, сука, растение. Да. Это было внезапно. Да. Да. Наш герой превращается в рептилоида. Так, пожалуй, я загружусь. Почему не самый последний сейф, а где-нибудь вот девятый. Когда я только вот спустился. Сейчас мы пойдем спидраном. Пасуны. Потому что там я много здоровья потерял. Вот. Мне нужно вот сюда идти. А, нет, нет, не сюда, не сюда. А, нет. Ну, что там с моим здоровьем-то? Да. С моим здоровьем хуёво всё. Так что зря я сюда пошел. Надо искать другие пути. Так. Вот сюда, если бы я пошел. Что бы у меня там было? Блядь. Блядь. Какой ты нахуй? Да. Всё равно умер. Ээээ, нам подсказывают. И ДД, КЮД, делай. Да. Прямо пойдёшь, умрёшь. Направо, коня потеряешь. Ээээ, Маринка... Ээээ, выбегала. Да, да. Ебать ты, лошара. Всё, всё про меня. Совершенно верно. Так. По-моему, здесь была трещина. Именно в неё надо было идти, но... Да, ладно. Или уж куда-то сюда пойти. Ладно, пойду направо. Куда не пойдёшь, везде тлен, боль и безысходность. Чё с здоровьем-то? Ну, здоровье, кстати, норм пока что. Так что, схоронимся, пожалуй. Так, в этом анусе мы были или где? Да, вот в этом анусе. Как я сфейлил-то, а? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Крепитым со здоровьем. Нормальное ещё здоровье. Пока. Аутист просто стоял и ждал, пока на него напарюсь. Сука! Так, здесь цербер стоит. Так, что у меня со здоровьем-то? Со здоровьем еще нормально. Вот здесь пока что более-менее цивильно изучить корову. Четыре глаза коровы-мутанты со скукой моргают блестя в свете огня. А у вас часто чучела моргают из четырехглазых коров? Так, я говорил, убей и схоронись, да. Что-то нам тем временем иначе написали. Тут бы нам помог Сережа, он всю жизнь занимается вопросами на тему, как выбраться из жопы и стать успешным, и знать, что делать. Мне так хуёво! Стив, ты такой шутник! Нет, не так. Ты всегда был шутником, Стив! Кличные движения же Motion Capture производили с инвалида. Так... Сколько у него центов из-за логотипа не видно. А чего центов? Здесь никаких центов-то и нету. Уютник, аутиста пиздил! Пацаны наши бьют ли вы его? Смотри, какая на радио красивая камень. Так... Давайте разберёмся, что ещё здесь можно. Здесь какая-то... Радио! Старое доброе радио! Действие радио! Ничего особенного не происходит. Так, медвежья шкура. Ступив на шкуру, вы замечаете проставленное на меха клеймо. Стол, свеча на столе, ещё теплится. Сейчас, похоже, мне будут давать пиздюлей. Через картина пара мутировавших лошадей с ревенем тянет повозку. Не знаю, для меня это как-то хуёво переведено, непонятно. На скотобойне мутировавший скот сам довольный идёт на убой. В общем-то тут все мутанты, короче. Изучить камин. Пылающий огонь. Вот, чё ещё сделать? Книги можно изучить. Более... Более... В кожных переплёнах по животноводству за авторством ведущих учёных Третьего Рейха. Вы чувствуете боль от кислоты, прожигающей вашу одежду. Пацаны, чё делать? У меня уже кровь идёт изо рта. Там музыка меняется при нажатии на радио. Не слышишь? Нет, не слышу. Живёшь на радио, а там внучаев уходит. Похоже, что долго будешь аутировать. Пойду попью чаю. Да. Пока меня кислота вот окончательно не прожгла. Так. Куда и чего аутировать не ясно. Диванчик тут может быть... Ээээ... Книжкииии... Я здесь появился идеи. Это символ лжат использовать на радио. Там нет. О, хев... Там нет. Там нет!!! Дай нет! Там нет, может быть, может быть. Это не вреда. Там очень절索 textbooks. Там очень сложно. В общем, в общем, убили. Судя по местным животным, мы попали в Фоллаут. Ссы, сына себя. Ну, я это всю жизнь делаю так. Давайте посмотрим что-то дальше. Идите направо, убейте чистильщика и заберите костюм. Ну, там нет никакого чистильщика. Теперь идите прямо и направо. Поговорите с мясником и заберите всё мясо. Теперь направо выпейте пиво. Убейте себя, откройте кассу, возьмите деньги, возвращайтесь в комнату с чистильщиком. Можете разгадать загадку с вешалками. Идите налево и киньте чудовище кусок мяса. Проходите, возьмите дихлофос, бросьте опять мясо, найдите комнату с растением-мутантом, попейте его. Ой, полейте его, откройте калитку, посмотрите в фонтан и найдите ключ. Откройте дверь справа, убейте мутанта, взбирайтесь вверх. А-а-а, пацаны, мне это сложно. А-а-а, давайте загрузимся. Итак, вот у нас, мы по идее должны идти направо, и здесь должен быть чистильщик. Вы видите чистильщика? Я вот не вижу чистильщика. Вниз я пойти не могу. А-а-а, может из-за того, что мы не всех убили в анусе? А-а-а... Так... Какая-то хрень. Непонятно. Квест с драками. Это что-то новенькое. Знаю, что уже заебал, но когда ты сказал фэллаут, я подумал следующий. Почему ты говоришь, что не разберёшься? Здесь ты разбираешься, в чём проблема. Здесь я и так иду по вайлдшу и не разбираюсь. Не видишь, что ли? Вот. А-а-а, главное то, что у зрителей может... Для многих зрителей фэллаут, это чем-то святые, поэтому на святые карты я не покушаю. Короче, меня загрызли опять. Э-э, дихлофос в магазине не взял, променял дихлофос на гречку. Идите нахер. Как же громко звучит эта псина. Да, громковато. Так, сейчас пойду сразу к псине, пока меня кислота не разъела. Псина-то меня атакует, сволочь. О, это же тайная вечеря. Чувствуешь, это дихлофос свой. Идите нахер своими шуточками за 300. Да, чё-то я слишком быстро. Идите нахер своими шуточками за 300. Так, в общем, я не разбираюсь, в принципе. Тем более, что это всего лишь первый уровень ложи. Самое-самое начало. И у нас вот проблема, нету чистильщика, вот, чтобы у него костюм отнять. Ну что, давайте попробуем в таком случае пойти обратно в анус. Может быть, стоит убить всех в анусе, и тогда... А! Э-э-э, гардеробщик. Так, уже интереснее. Это гардероб, сэр. По определению, не самое лучшее место для поиска ответов, однако, вполне очевидно, что это вашего испытания съедает одежду и кожу. Я могу очистить одежду за строганную кладу 5 топлов. М-да. Вы получили дробовик. Так, вот, э-э-э, костюмчик бы у меня еще, э-э-э, вот. Изучи... Лишен атрибутов веселья, это Тога наполоминает старт в добрых временах. Э-э-э, взять и одеть... Ах, м-да-э-э... Так... Э-э, использовать Тогу... О-о-о-кей... На себе, как? Ах, м-да-э-э... Похоже, эта дверь заперта. Ну, супер-логика. Изучить телефон, э-э-э... Телефон, по которому никуда не позвонишь. А одеть ты на себя, как? Изучить вешалки, пустые вешалки для одежды. Действие ключок. Пацаны, тут ключки. Вообще охуеть. Вообще охуеть. Уф-уф-уф-уф-уф-уф-уф-уф-уф-у-ф-уф-уф-у-ф-уф-уф-у-ф-у-ф. Шляпная карта, когда прихоним мертвый таркан. Э-э-э, такое ощущение, что эти кресла из приемной стоматологического кабинета. М-м-м-м... Блядь, у меня, я тут кислоту я истекаю? Шо делать непонятно Патроны израсходовал только Шо делать с тогой нихуя не надо Градюшка тоже не переоденешь, не переобудешь Но по крайней мере я теперь знаю, что надо бы здесь делать Ничего не трогайте Ну в общем, в общем, что-то мы слишком часто помираем здесь Ну что, это не работает Так, мне нужно экипироваться Сейчас будем псину мочить Нет, псина замочила меня Переодевайся, пока не разъела Он не хочет переодеваться Так что... Так, мне тут подсказывают Проебал патрон вот тупой Обозрался, гардероб не в рашке Ты чего трогаешь? Да, левый похоронный, правый похоронный Переодевайся, пока я не разъел Он не хочет переодеваться Ну что же, на этом, пожалуй, наш аутизм сегодня закончится Я тут смотрю, у нас уже и время вышло давным-давно Пиздец, ты тормоз Да, есть такое Ну, в общем, мы тормозим, как умеем Если есть какие-то советы, то давайте А я тут пока что потренируюсь еще А то у меня тленность и безысходность от своей собственной игры Так что... Уснул подограбляться Проснулся от этой ебаной собаки Ну что же, завтра давайте Мы еще немножко поаутируем Радиоанонимус Мы аутируем Вот в такие-то замечательные Игори Думаю, завтра мы продолжим Никогда не переключайтесь Радиоанонимус мы доставляем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова